Здрасте всем, привет всем! Долгожданные подкасты на канале Фуга ТВ с величайшим... Кто это ты сегодня? Я Игорёк. С величайшим Игорьком, рекали перечислять. Умный, сексуальный, самый красивый. Лучший ютубер и твич-стример. И майнкрафтер. И тиктокер. Лучший, самый лучший. Меня опять забадили. Да? Да. Какая причина в этом? У меня был такой момент на стриме, я захожу и говорю, я буду подчистую все воровать у такого тиктокера Никоглая, у него никнейм. Просто у него жесткий хейтспич, он может спокойно отвечать на чей-то комментарий и начать его хуесосить. Говорить, какой ты там, ты долбоеб, ебаный, отправил на комментарий, я твой рот ебал, его не блокируют за это. И я говорю, я буду подчистую пиздить его идеи. Спиздил идею, которая у него набрала 6 миллионов, у меня она набрала 600 тысяч, и я отлетел его. И я с тиктоком пообщался, он говорит, ну, значит, вы нарушили, а тот не нарушил, хотя идентичные два видео. Это какой уже по счету? Не, аккаунт пока полностью не забанен, он до 11. А ты же новый уже есть. Ну, есть, ну, это сложно очень развивать его. Так ты бы перегонял бы туда сейчас уже? Перегоняйтесь, ссылка в описании. Да, будет, надеюсь, ссылочка. Значит, Игорь в гостях сегодня. Я придумал то, что я сначала возьму в свои руки наш великолепный подкаст, а потом буду про тебя рассказывать. Значит, познакомить надо, потому что не все знают кого. Ладно, это Кирилл. Да, я типа. Великий Игорь, самый лучший человек, гений контента, по моему мнению. Гей. Гей. Нет, нет, гений контента, в смысле гений. Гений контента, по моему мнению, лучший человек и человек, который меня когда-то замотивировал на все подряд. Человек, который спас от завода другого человека. И себя самого, между прочим. Ну, кстати, можно сказать, что это взаимосейв был, потому что я посмотрел на тебя, такой, нифига себе, можно зарабатывать 3000 в месяц на ютюбе и тоже покупать блюете, замечательный микрофон. Ну, если что, я пришел в универ, вижу Игоря, и мы что-то пообщались, и потом он такой начал свой канал, я думаю, блин, у него получается, я на свой забил, что это за бред. И решил что-то делать. Разоблачения. Да, разоблачения классные были у нас. Ссылка в описании. Ну, да, и теперь Игорь постоянно меня мотивирует на все подряд. Если он снимает тиктоки, я подсаживаю эту идею. Ну, ты обсирал сначала тиктоки именно. Да. Не, а потому что у меня было другое мнение тупорылое. А, ну, а раньше тикток был тупорылым, реально, там, только танцевали, только пели, а потом он именно стал... У меня же мнение было сформировано на обзорах там ютуберов на эти тупорылые тиктоки. То есть я не представлял... А, и тоже в конфы, допустим, кидают. Ну, естественно, все самое тупое. Интересное в конфу не закинут. А потом я под себя подстроил уже эти рекомендации. А он раньше таким и не был, такого не было. Вот, там, девятнадцатый год, это только, можно сказать, зарождение тиктока, когда оно началось. Вот, конец я пришел, там дичь полная была. А сейчас что самое хайповое там надо делать, чтобы хайкать? Реакции. Я думал, сиськи просто иметь. Ну, если ты из Индии, женщина с четвертым, пятым размером груди, у тебя есть ребенок, или ты можешь выйти на улицу и взять у кого-то этого ребенка, просто к сиське присосался, миллион гарантированных. А, да. И бан не получили. Слушай, а я раньше делал реакции на эти сиськи. Я тоже раньше делал. И меня банили. И я сейчас листал, листал, и вижу, люди делают реакции, и даже уже что-то говорят. Раньше, если ты что-то говоришь, отлетает. 50 на 50, могут забанить, могут нет. Я жаловался, у меня по списку видно прямо то, что сиськи, на которые я жаловался, просто именно сиськи с ребенком, не получают бан. Этот же видос и чел делают на ее реакцию. По моей жалобе написано, спасибо за обращение, мы его заблокировали. А зачем ты жаловался? Меня банят, я тоже. Нет, на самом деле, я кидаю... Зло порождает зло. Я кидаю жалобу, чтобы на твиче, когда я смотрю, мне эта сиська не выскочила. Вот только из-за этого. Ладно, отмаза засчитана. Сколько мы, как новые профессиональные подкастеры, люди видят качество? 5 часов будет. 5 часов разговора. Я недавно, можно сказать, проснулся, поэтому я не плевать. Хоть весь день. У тебя что с режимом? Я считаю, что режим нужно менять. Сколько я раз это вкидывал, ты ни разу не смеялся, сколько мы вообще... Да я поэтому эту хуйню и сказал, потому что это дичь не смешная. Это давным-давно... Это смешная. Ну, может быть, в 18-м году, это когда сказал ты поперечный, да, это было смешно. Сейчас уже нет. Ладно, темы. Темы у нас какие? Ну, самая главная тема, много кто написал про нее, это анальный секс. Ну, начнем именно с самого интересного. Да. И в названии будет анальный секс. Да, да, и минус монетизация будет. Ладно, анальный секс через собаки. И ладно, я тебе могу поделиться, у меня есть мнение по поводу анального секса. Почему-то он, ну, слишком райсхайплен. То есть, слишком он часто встречается среди вот списков поронографии. Почему-то анального секса слишком много. Пиздец, как можно серьезнее на эти темы разговаривать? Я считаю то, что анальный секс райсхайплен только потому, что это считается дырочка на выдачу, а не на вдачу. И с точки зрения создания нас людей, туда не должно ничего засовываться. Туда должно только, оттуда должно выходить так. Именно поэтому психологически, подсознательно, человек считает это место запретным плодом. А запретный плод, как говорится... Сладок, ух, как сладок. Ну, я раньше думал, что это прикольно, но потом что-то... Блин, я тебе скажу, что прикольно тогда, когда не тебя ебут. А-а-а! Попробуй как-нибудь. Блин, жизни надо что-то менять, реально. Тогда ладно. Все это, мы эту тему, все, она закрыта? Ну, слушай, я скажу так. У меня был анальный секс в жизни. Сука, блядь, без слез, просто не на плаках хочется. Ладно, давай посменим тему. Сколько тебе было лет тогда? Это запикать, пожалуйста. Да, хорошо, хорошо. Смотри, вот сейчас была тема для Завлекалова, а сейчас очень важная. Глобальное потепление. Как думаешь, это правда? Я думаю, правда. Коровы пердят пиздец. Я уверен, что из-за пердежа коров. Да не, ну на самом деле, шутки шутками, но это одна из самых таких главных мыслей. Battlefield 2042. Ты будешь на какой-нибудь... Ух, я с темы как перескочили! Я только хотел развеять. Battlefield 2042, по-моему, так называется. Сейчас там нету повестки. Ты прикинь, в прошлом там бегали женщины в радужных флагах. А, я заметил, что повестка заканчивается. Ты играл? Или ты вообще в целом? Я играл в третьем. Нет, повестка начинает в играх заканчиваться уже. Уже не модно. Она есть в Battlefield, но из-за того, что слишком жестко загнобили предыдущую часть, они решили сделать как раз-таки повесточку, но в сторону глобального потепления. Там именно история в том, что в 2040 какой-то там год, начинается глобальное потепление, ураганы, торнадо, пропала там нефть, ну такой именно, уменьшаются ресурсы. И вот это именно война как раз-таки из-за вот этого вся. Не, ну такая-то повесточка. Не, ну вообще любая повесточка нормальная, если ее нормально подать. Ну да, да. Вот, например, бля, я просто боюсь об этом говорить, что мало ли... Ну, наверное, то, что на твиче нельзя, наверное, и так нельзя будет говорить. Тяжело. Тяжело, да. Тяжело быть стрейч-стримером. Да. Давай я за тебя скажу. Ты мне скажешь, мы запикаем, и я это озвучу. Ну, то, что во Вторую мировую войну... А, не, ну понятное дело. Женщины и афроамериканцы за... Были. Ну такое, как-то странновато на самом деле. Я не буду это пересказать, не очень. Не, не, ну блин, я почувствовал, я вот, ну, играю в новинки, и чувствую, что по висточке становится меньше, вот именно всякой женской, ЛГБТшной и все такое. Я никогда не испытывал хреновых ощущений по этому поводу. Мне понравился Last of Us 2. А я-то вообще практически не прочувствовал. Только то, что волосатые подмышки. То, что у нее волосатые подмышки, то, что она накачанная, то, что это вообще история про двух девочек, и то, что одна из них лесбиянка. Мне было плевать. Я смотрю за сюжетом, и нормально. Ну, этого было просто процента 3-4 максимум от всего сюжета. Оно не бросалось в глаза вообще. Это говорили те люди, которые не играли, у которых нет PlayStation. Да, 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 да. Я абсолютно согласен. Я тоже согласен. И еще, ну, на этом прям не основывается жестко сюжет. Это, ну, просто есть. Ну, да, да. Это часть мира. Так там один кадр был только с подмышкой. А еще вопрос. У кого вопросы, у кого ненависть могут вызывать лесбиянки? Не знаю. Я еще могу понять противоположность какую-то. Ну, лесбиянки. Я люблю лесбиянок. Да, я тоже. Я, ну... Мне вчера Заквель сказал то, что я слишком часто начал снимать штаны на стриме. Я ощутил твое влияние на себя. Я не снимаю. На ключе нельзя. А ты видел, что я видел? На ТНТ видел. Я Жене пишу, ты что это не удалил? Удаляй быстрее там клипов до хрена. А я не знал то, что нельзя. Он тоже, видимо, не знал. И он такой, ладно, сейчас пойду удалять. Ужас. Он и стрим вроде как снес, и клипы все с этого стрима поудалял. Осуждай. Ну, блин, так смешно было. Смешно было. Мне там нарезки еще выдалось. Да вообще с кайфом. Да. Ну, к сожалению, ты знаешь, как можешь? Ты можешь на фоне поставить Sony бассейн и в плавках выходить. Тогда окей. А в заквейлерских плавках важно выходить? Вот. Ну, смотря как он себя воспринимает в этих плавках по гендеру. Мне кажется, это важно. Тогда да. А нужно заходить, когда в кадр, ну, уточнять, кто ты по гендеру, что тебя не забанит. С флагом лучше заходить. А он должен быть обмотан, как ты, обмотаешь, как полотенце? Да, да, да. Не, ну тогда ладно, тогда я так сделаю в следующий раз, да. Ну, силиконовую зину-то тоже банили. Поэтому не спасает. А, я читал, как будто навсегда, но разбанилась. А за что? Я не знаю. На что последний раз? Надо позвонить. У меня нет номеров. Мне надо поделиться, что я, значит, хожу к психологу. Я сходил два сеанса к одному. К психиатру. К психологу. Вот. И один сеанс к другому. Второй меня обосрал жестко. Она прям больше меня говорила и меня характеризовала. Я больше... Ну, это травма была. Слушай, такой... Ну, такой... Извини, что перебиваю. Такой вопрос. Ты это рассказываешь мне или зрителям, которые теоретически не могли быть на стримах? Я хочу с тобой поделиться, потому что ты мой друг. Ты, наверное, все на стриме был. Ты слышал все. И первый, и второй раз, да. Спасибо, папаша. Давай тогда. Слушай, иди нахуй тогда. Давай. А что мы будем обсуждать? Ну, в моей жизни происходило такого, чего ты не знаешь. Скажи, у тебя появлялись такие мысли, ну, то, что с психологом, может быть, роман там какой-то от Сони, потому что вы в уютной обстановке находились. Я предполагал то, что не мне, а просто человек может влюбиться в своего психолога, потому что его выслушивает с пониманием всегда. Но психолог, он же, ну, как профессионал, он не позволит. 50 рублей не захотела. 50 рублей не захотела брать, это же вообще 55. 55. Ужас. Кто не понимает, я сейчас объясню, Кирилл хотел заплатить за минет 55 рублей. Вырезать, запикать. Ничего не надо, так наоборот, так же веселее. Но вдруг она посмотрит, мне как-то стыдно будет. Давай тогда от меня такую тему, раз меня на канал льем, я сегодня узнал, что мы мне на канал льем. Ты можешь себя охарактеризовать, где ты настоящий, потому что на моих стримах, еще до Мелшера, ты был разным каждый раз, когда ты ко мне приходил. Так ты каждый раз спросил, типа, там, заткнись, молчи, или там поменьше будет. Вот, а сейчас ты и Мелшер, и Игоря Ва, и Игорь Шерстюк, где, ну, ты можешь себя охарактеризовать и моим зрителям объяснить, почему тебя стоит или не стоит смотреть. Я говорю так, что, ну, типа, ты всегда веселый, надо тебя воспринимать как контент. Некоторые люди воспринимают, типа, да он слишком много ракичит, я не буду это смотреть. Ну, вот, надо смотреть по-любому, потому что, ну, ты-то смешной. Ну, я не психолог, не психиатр, мне сложно отвечать на эти вопросы. А где ты настоящий? Ну, вообще, настоящий я везде понемножку, я не могу сказать, что вот это, типа, не я, это мой образ, это я придумал откуда-то, а я, это я. И настоящий, наверное, я с мирой, вот именно максимально настоящий. Ну, типа, могу пиздануть ее, там, понял, такое. А когда ты, когда вы с мирой приходите сюда, ты кто? Ну, опять же, от настроения все зависит. Просто, когда я сажусь на стрим, 99, наверное, процентов, то, что, я понимаю, мне нужно немножко приукрасить свои эмоции, настроение поделиться. Я же захожу, запускаю стрим не для того, чтобы поныть и высказаться там. Я запускаю в первую очередь. Вот ты, сука, ты меня сейчас киданул, что ты аж так? А, что такое? Ну, я жалуюсь каждый день на психологов, на тупорных людей. Ну, не, если это людям нравится, окей, ну, если это тебе нравится. Опять же, подожди, я жалуюсь психологу. Нет, на психолога. А, на психолога. Да, нет, ну, это просто, типа, ты делишься, что у тебя в жизни происходит. Но, вот у меня был стрим где-то дня три назад. Я понимаю, что у меня нету настроения, но мне нужно запустить его. И я запускаю, думаю, посижу в Far Cry, просто поиграю, а пока пообщаюсь с людьми в чате. Ну, и что-то там начинает говорить, типа, что так поздно, что ты в этот Far Cry зашел ебланский, типа, ну, давай что-нибудь, может быть, другое. Ну, там не все, но несколько человек. Ну, такое западает всегда, да? Не, не за это. Я такой думаю, ну, блин, ладно, расскажу, что, типа, в жизни происходит. Говорю, типа, хуевое настроение, то, что у меня дедушка короной заболел и в больнице лежит. Я что-то сижу, думаю, а мы еще до этого, ну, буквально там за час, я с дедушкой по WhatsApp разговаривал, и я, ну, прям, видел именно, как он лежит. И я сижу просто, и понимаю то, что у меня слезы именно, ну, ни с того, ни с сего наворачиваются, вот сами как-то. И я вот такой завис, сижу, пытаюсь успокоиться, что-то я там иду, у меня лошадь перевернулась, там, я посмеялся с этой хуйни. Сижу, сижу, только вроде пытаюсь, пытаюсь не думать, не думать, и хуяк, ну, само начинает именно литься, ну, автоматически. Я вебку вырубил, сижу, пытаюсь успокоиться, не получается. Все такие, типа, не плачь, не плачь, начинают смайлики кидать в чатик. Ну, типа, вот я говорю, что бывает и такое. Я не хотел этого показывать, но оно само просто. Не, ну, если такое, это жизнь. Да. Я бы жизнь это показывал. Ну, и типа, как можно сказать, где, в какой момент я настоящий, какой нет, всегда настоящий. Ну, все зависит от ситуации, от настроения. Я бы не сказал настоящий, ну, типа, образ какой. Я не думаю, что, ну, кто-то, ну, самому человеку неприятно быть ненастоящим всегда. Ну, типа, мы-то ютаберсы, мы хотим какой-то жизнью делиться настоящим. Блин, я не могу сказать, что, там, крики, неадекватное поведение – это образ, потому что я понимаю, что я такой же с мирой. Вот так же я могу, там, просто ни с того ни с сего, без трусов взять, снять, надеть на голову, начать бегать по квартире, докричать. Не, серьезно. Так, Игорь, поэтому я тебя и люблю. Не, вот такое, ну, я не могу именно на такой степени показывать на Твиче. Ну, в принципе… А если бы можно было, вам? Булин, с кайфом, реально. А у меня, я заметил, у меня проблема есть – эксбиционизм. Серьезно. Особенно, когда выпью, у меня реально желание раздеться, снять трусы. Я не знаю, почему. Ну, у меня не про трусы, но штаны тоже. Почему-то иногда прям желание снять штаны. Не понятно, почему. Ну, вот поговорить с психологом на эту тему, очень интересно. Не, у меня достаточно тем еще на ближайшие три занятия, я не хочу. Ну, у меня вот реально такое, что мне хочется… Не то, что показать, там, писюнцу или еще что-то, наверное, что-то животное. Ага. И вот… То есть, ты не хочешь оценку писюна, ты хочешь его просто вывалить, ну, прямо сейчас. Хочется? Да мне оценки за свою жизнь хватило от девушек, поэтому… Ну, понятное дело, что большой – это там, наверное, 20 сантиметров. У меня не 20, у меня нормальный. Но мне хватает его с головой, и никто до этого не жаловался. Вот этот… Вот эту тему, то, что я в универе спрашивал. Рабочая? А я не помню, я не прикладываю. Слушай, давай пойду на драчу, проверю. Или ты нет? Не, я бы согласился, но только камера разрядится, это единственное, что меня останавливает. На следующий подкаст, если много лайков наберете… Сколько? Ну, давай 200 тысяч. 200 тысяч лайков. И эти, рекламодатели пишите, потому что это самый хайповый формат. Презервативы рекламировать отлично зайдут. У нас аудитория как раз… По поводу презервативы… А, ты не знаешь. А, или был. То, что у тебя порвался, и то, что ты влюбку… Нет. То, что мне почти пробили рекламу, чтобы я рекламировал презервативы, я думал, это так будет смешно и круто, и в итоге все сорвалось. Знаешь, кто виновен? Мистер Туса, ёбаный. Ну, я слышал это на стриме. Сука. Сука, ты чё тупая или глупый? Что ты не слышал? Про любку что-нибудь? Про любку ебаный. Да нет, я её не знаю, в отличие от тебя. Да я тоже не знаю. У меня ни одной Любы нету, серьёзно. Люба, блядь, как можно назвать ребёнка Люба? Ну тогда это было круто. И вот так. Дети. Когда планируешь детей? А, я пока не планирую, но я хочу ребёнка, но я не хочу его воспитывать. И не хочу его делать. И вот. Ребёнка-то у тебя не будет, ты сделал прививку от ковида. А, ха-ха-ха. Ой, вот это мы сейчас любые вопросы закидывайте в чат. Да нет, ну типа, детей, детей. Почему сейчас не планируешь? В принципе, ну есть достаток, есть возможность. Потому что недостаточно достатка. Ну его на самом деле практически, да, да. И всегда его достаточно на самом деле для того, чтобы ребёнка... Но я не хочу воспитывать. Если бы можно было бы скипнуть первые лет тринадцать, тогда я бы да. Да, а так я не хочу. И тем более, ну и Соня не хочу. А он, домработница, ну няня. А тогда он не будет моей частью, понимаешь? Так, ну не знаю, все сейчас популярные люди, вот это... Жена Ильича, Собчак приходила к ней, только с няней, только с няней. Ещё кто-то вот что-то ребёнок говорил. Ну короче, постоянно. Ну я хочу, чтобы ребёнок не только на генном уровне был мной, а ещё... Не, ну вы же тоже время проводите вместе. Ты же не будешь двадцать четыре часа за компьютером и никогда его не видеть. Наверняка будешь. Не, возможно. Ну вот Андрюша Остер. Он за свою семью горой стоит. Хоть и в компике успевает посидеть. А восемь часов стриму у него. Да. И он очень любит свою семью. Готов типа все деньги, то, что я ему там кидал, он в семью отправляет. Ему-то самому... Ну во вторую, про которую нельзя говорить, да? Ну да, это тоже вырезанное. Блин. У тебя закончатся друзья скорые. В смысле? Да и вряд ли жена посмотрит. А, я забыл тебя предупредить. На этих выходных... Женя, Женя. Приезжает Женя, приезжает Остер, мы снимаем дом и там пишем рэп. Я хотел тебе позвонить уже недели две назад. Чё-чё? Или ты только ко мне пришёл, потому что у меня превендос? Я сейчас прихожу к другу. Друг мне говорит, я иду записывать рэп на следующей неделе. Я фотографирую закат. Не, не видел Тик-Токи? Не, я не понимаю, прикол. Ну, ладно. Лайк, кто понял. Так ты пойдёшь или нет? Наверное. И всех там зарядишь? Да я не болею, блядь. А, так а там все переболевшие либо вакцинировали. Не, ну а как... Вот как такое может быть, то что... Смотри, у меня, короче, была температура... Так будет бессимптомная возможность. У меня была температура 10 дней назад, когда я делал татуировку. Ну, мне сказали, что она может подняться. А до этого, ещё там за три дня, у меня... До этого ещё за три дня у меня был, типа, кашель, такой вердёж, ничего не разберёшь. Ну, такое ощущение, что я просто в бане простудился. Я ходил в баню, и я сначала опарился, потом бежал в ледяной бассейн, там купался. И такой, аааа, холодно, блядь. Ну, всё, и потом опять тепло. Ну, типа, перепады температуры. У меня уже... Я в чём прикол в бане? Я просто не шаю, типа, почему люди ходят сходить? А в чём прикол? Ну, вообще, изначально, когда мы начинали ходить в баню, мы прям именно нахуяривались пиздец. Знаешь, всё, только пиво, ничего больше. Сидим, пиво пьём, там кто-то третий говорит, типа, ебать вы, долбие бы, пиво пьёте. Через 10 минут он тоже пиво пьёт. И, типа, пиво прикольно, тебя развязывает, а потом кто-то хуяк и достаёт бутылочку водочки или коньячка. И мы такие, не-не-не, ну, когда пиво заканчивается, уже и водочка хорошо идёт. Осуждаем, осуждаем. Ну, я, кстати, очень давно уже не пил. Нет, в бане пил, ну, вообще, чуть-чуть, вот, примерно, вот, столько, там, коньяка я попил. Ага. А так, до этого я полгода не пил вообще. Я полгода... Я вчера выпил бокал пива впервые за полгода. Нахуя, он же с сахаром. Пиво самое жёсткое, вот, именно из алкоголя по сахару. Ладно, мне-то плевать. Ну, почему? Я вчера мог нарушить диету. Мне были бы... Я ещё вчера свининые рёбрышки заточил, такая вкусная темная вещь. Ну, и ты поправился на килограмм, ты сказал? Нет, в последнее время просто что-то, ну, замедлилось похудение. Всё равно я иду вниз по карьерной лестнице, но при этом, ну, всё равно худею. Ну, ты чувствуешь себя победителем, вот, именно, кайфом, когда я похудел, и я не просто так это сделал. Да, да. А для кого? А? В первую очередь, для кого? Для себя. Ну, потому что я чуть-чуть себе не нравился, насколько я себя помню, но потом я эту фишку превратил, и мне было нормально. Но я сейчас сравниваю себя, вот, толстенького, и я думаю, как я мог таким быть? Я, ну, я себя не... А сколько это? Два месяца прошло или сколько? Четыре. Четыре месяца уже? Блин, мне выдаёт какие-нибудь там реакции старые, какие-то видосы, нарезки. Я просто смотрю, блядь, ну, вот, именно, чтобы понять, насколько ты похудел, это нужно старый видос включить, вот, четыре-пять месяцев назад, и вот сейчас, ну, налицо. Да. Всё-таки двадцать килограммов, и... Уже почти тридцать, уже почти тридцать, да. Выглядишь на все сто. О, спасибо. Ну, я был сто двадцать, и сейчас я девяносто один и восемь. Я даже помню, я как-то пришёл, ты мне говоришь, типа, прикинь, я сто двадцать вешаю. Я говорю, об этом вообще можно говорить? Не, не надо. Неправда, такого нет. Нет, клянусь, вот именно на тот момент ты сказал, что, типа, лучше не говорить. Да. Может быть, ты потом сам это где-то рассказал, когда вот взвесился, может быть... Нет, было стендовато, когда уже сто двадцать, было стендовато говорить. Ну, ты бы сказал, что, типа, нет. Соня мне говорила, я тебя брошу, если ты будешь сто. Потом я взвешу, уже, типа, сто десять. Она говорит, сто пятнадцать, я тебя бросаю. Я потом, бац, сто двадцать. Она говорит, сто двадцать, я тебя бросаю. Я говорю, уже сто двадцать. Ты, ну, блин, сто двадцать. Ну и всё, всё равно осталось. Но теперь-то я стал лучше. Всё, пора расходиться. Искать теперь, ну, под свой вес, да? Ещё меньше получится, чтобы двадцать килограмм. Ну, как Хованский любит. Да, да, да. Хованский, да. Надо обсосать. Хуй. Хуй, бацкий. Я единственное, что мы по нему могу сказать. Я думал, что его освободят, вот, на ближайшем суде. Потому что, типа, выборы закончились. И вот, ну, мне кажется, кого-то посадили, чтобы, ну, сделать вид, что мы боремся. Вот. А выборы пройдут, и уже не надо берут. Ты вообще не выдаешься в подробности, что там происходит? Ну, не следишь? Нет. Тут проблема в том, что я смотрю Стаса, смотрю его стримы. И, ну, он постоянно у него задают эти вопросы, поэтому я знаю. Наверное, из-за этого. У них же украли из дома 600 тысяч рублей. У кого? У Хованского из дома. А, вместе с ним самим. Ну, да, когда обыск был, типа, забрали 600 тысяч, это сказала его женщина. У него коса девушка, если она типа симпатичная. Она жена, вроде, уже его... Жена? Но она не 40 килограммов, я тебе хочу сказать. Балабол. Ну, вот. И ей сказали... Это с ее слов. Это не мои слова. Это ее, я цитирую, прямая цитата. Около прямой цитаты. Сосуя, значит, его хуй. А он мне делает снежок, и мы начинаем друг другу. В рот передавать это все. Ну, и она такая, 40 килограммов. Да не, не в этом. Выбер. То, что она начала говорить, типа, что за хуйня, куда пропали эти 600 тысяч, ей говорит полицейский, да, господин. Либо вы умалкиваете про эти 600 тысяч, и Хованский выходит через месяц, либо вы идете на хуй, и мы его засадим, ну, подольше. Прикол. И она все равно это сказала. Прикол. Поэтому, может быть, все-таки, ну, теоретически может быть такое. Ну, неприятно. Ну, мне похуй. Ну, мне кажется, для таких масштабов дела 600 тысяч это слишком мало. Ну, все равно, как бы, деньги, как бы, это уже, это уголовка. Если будут продолжать это как-то, узнавать, кто это сделал. Всех повыгоняют стопудово. Ну, наверное, ничего не повыгоняют, но его бы уже пора бы освободить реально. Ну, я на самом деле не понимаю, что он там сидит. Вот, ну, все именно по логике. Тут, наверное, знаешь, в чем проблема, опять же? Нефедов же дал показания, якобы это было в 18-м году, вместе со Стасом, с Ларином на стриме. Челы, которые, ну, в контракт были очень долгое время. И я нахуй мысль потерял. Красава. Не-не-не, сейчас. И это, к чему я вел это? Подожди. А к чему я это вел? Что я говорил? Да-да-да, да, слышал. А, Нефедов, вот. Ну, скорее всего, его схватили за жопу, говорят, мы тебя посадим, потому что ты тоже исполнял эту песню. А есть прямо именно видосы, где он также сидит под гитарочкой, играет этот трек. Ну, Нефедов не сидит в СИЗО. И ему сказали, что вас засадят, если вы не скажете, что это Хованский был. А я слышал то, что Нефедов на общем стриме, был общий стрим, правда он, ну, преступно мало просмотров собрал. Там были все блогеры, и в том числе и Нефедов. И Нефедов там наравне со всеми болтал, его нихуесосили. И он говорил то, что надо его отпускать и все такое. А, вот недавно в смысле? Да, 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 да. Ну, и что, и был общий стрим, но в любом случае от него пошла вот именно документ, что это было в 18-м году. И только из-за этого удержан. Это же надо подтверждать как-то. А что ты расследовала? Вот это подтверждают, поэтому его не выпускают. Там нечего расследовать. Ну, месяцами реально идет дело, где они просто пытаются дату видео понять и все. Ну да, найти. Причем есть какой-то сайт, который заблокирован на территории Российской Федерации, где есть это видео, прямо именно с годом, там 13-й, по-моему, или 12-й, вот что-то такое. Но они его не могут именно к суду приложить, к делу, потому что он заблокированный. А, потому что это он незаконный. Да, он незаконный, заблокированный. Прикольно. Вот это единственное место, где смогли найти. Все, больше никакой информации нет. Ну, типа, если нету, мне кажется, по логике отпускать должны. Нет тела, нет дела. Да, да, вот так же у нас и... Ладно. Что это я хотел? Работаю, то, что у нас так. А, ну да. Ну да. Да, ты... Вырезать это. Да, нормально. Что-то есть у тебя концерты какие-нибудь? Концерты, вот у меня будет Лига Анонизма. Сегодня, короче, мне пишут на стриме. Игорь, ты не хочешь вступить в Лигу Кубизма? Знаешь, что я отвечаю? Я лучше в говно вступлю, чем в Лигу Кубизма. А потом понял, что я говорю? А, бля, я уже вступил в говно. Хорош. Левать я жестко их опустил в Лашков. Да, туда их. Подожди, я же типа тоже как числюсь? Да непонятно. Да непонятно. А ты себя считаешь причастным? Ну, слушай, я пару раз в Майнкрафт играл. Нет, что такое вообще Лига Кубизма? Да вот это непонятно. Поэтому туда можешь любой, даже гигила может туда попасть. Ну, по идее, если... Даже банани. Ну, на тебя нет разоблачения, понимаешь? Как это от моего подписчика есть? Слушайте, это монтирует Игорь Инекс? Смонтирую разоблачение. Нет, ты вот Игоря камеру сейчас включи и галочку, либо крестик. Игорь, ты в Лиге Кубизма? Да. Когда альбом у тебя? Мне нужно больше денег, 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 денег... Напой. Мне нужно больше денег, денег, денег... Что? Ты отмел... Ну, ты этот трек, напой. Денег, 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 денег. а мало ляма номиналом даже мне не набирай они вообще про другую мне нужно больше будет больше будет больше друзей а мне начал он советоваться очень часто почему-то из-за последних событий охуенный трек блять я не могу это пропустить меня этот мем бесит ну вот это да может быть пойдем его запишем осуждаем мы осуждаем данный ужас ужас не мне просто сам мем бесит то что к любому прыжку я не понимаю мемы я фар край ебнулся смотрю в чат все такой камнем вниз и камнем вниз а мне смешно я когда в тик токе первый раз блять наверно таком не надо говорить короче мы с мирой вот о том возвращаясь обратно какой-то настоящий сижу я такой в трусиках курю калек дома и говорю мир 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 смотри сейчас прикол будет становлюсь вот так вот с трубкой на табуретку поднимаюсь ну и такой мир смотри и камнем вниз и вот так вот прыгаю и мы такие ха 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 и меня такая осуждают и чё ха 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 ну вот мне смешно блять я не понимаю шутки почему блин ну это не шутка даже что это ладно а но я к тому что я задумался вчера буквально я уважаю за то что они их удалили этот трек если бы не удалили то и не было бы мема не такая они все равно бы короче эффект барбары страны роскомнадзор уже блокировал что-то точно я помню короче везде этот клип подписывался на ю-тубе клип запрещенный в федерации и на трек запрещенный и это буду мы блять как он запрещенный когда его в этом яндекс музыки слушаю гугл музыки я не понял как это работает то ли запретили то нет может быть они просто бумагу написали не до конца запретили а ну типа на одобрение еще может быть и она типа забили хуй и вот сейчас начали крыши gtrp вот они решили взять и официально они не успели они же сказали не удалили сами но из-за этого ну больше только этот трек стал популярным да мне кажется я бы до этого момент не только из-за этого уже в тик токи до хера было приколов и вот эти прям видос а вообще цитата так сказать кусок этого трека можно его упустить или это что-то нарушает я думаю только об научных исследованиях но мы с тобой ученые у тебя даже костюм есть доктора и я тоже думаю поверьте на слова если есть костюм то уже лучше относится к человеку так что я думаю что да 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 лсп сказал что он свой альбом на год из-за этого передвигает почему ну потому что все секают с крыши и как-то типа неловко выкладывает а это было сингл с альбома нет учу этому треку десятого года ну гулять и сейчас только начали про не ну вроде как были до этого какие-то случаи ну не особо я можно поинтересоваться может быть это судительная тема я правильно понимаю что вот ну в тик токи всякие прыжки крутые под это не были оригинальные крышки вот я к тому что ну это же кто-то снимал то есть ты зовешь своего друга нет вот так вот телефон ставят я видел видосы где просто ставят телефон так а кто заливает потом это видимо эти как вот кто слил хату хованского фотки кто а нет нихуя напиздел я видел два прыжка две девочки прыгали и одна девочка и это была трансляция в instagram или тик ток а ну на трансляции тогда понятно ну и опять же типа никто не отменяет того что это могли и слить а в чем прикол же с психикой проблемы а зачем это показывать внимание все дети хотят внимания как ты его потом оценишь то ну об этом не думаю да не ну хуёво пиздец не решение это точно не выход и точно не выход для хайпули потому что раньше бы это собралось сейчас это не ну уже не собирает ну да вот я пока до сих пор помнят все а не а пока не помнят все равно все равно как бы это осталось в голове потому что это было это было тупо и из ну типа забавно сюрреал сюрреалистично это я вот я хочу спросить потому что я как бы почти знаю но почти не знаю переезд в москву что тебя двигает на то чтобы ну настолько про у тебя есть кабинет вот как стример да у тебя есть кабинет кабинет но у меня есть кабинет спальня зал что там еще кладовка гардеробная комната развлечения что еще то можно делать до спальня все это одна комната все дыгну бы ты ответь на вопрос у тебя есть на место знаешь и если месяц назад у меня кто-то спросил будешь перелять москву я сказал идти нахуй я все время думал что в москву переезжать такой не полная ненужная вещь но сейчас я понимаю что я утыкаюсь и по потолок количество моих друзей все-таки в ростове не безграничная с кем можно какой-то контент записать ну и как бы количество подписчиков тоже не такое уже большое и теоретически поехав в москву и меняешь свою зону комфорта тебе нужно двигаться как-то пытаться что-то делать с этим и ему теоретически можно попытаться с кем-то подружиться сначала чуть поменьше не за того что вообще короче цель не в том чтобы идти по головам лицемерить там дружить с теми с кем не хочется ну не так как это сделал жарку не в рот он ебал и тебя и гостика да не женя красавчик уважение только не я про то что вот допустим да я даже не знаю кого вот кого типа боди да вот боди есть такой вот реактивный он еще живой он продал свой канал где было два миллиона создал новый сказал то что канал у него украли ну да 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 конечно как все записывают опять там реакции продолжает ну короче типа вот вводим не он просто неприятен но это уже в большей степени попу и но все равно неприятно неприятно я бы не хотел с ним допустим общаться есть люди которые я смотрю там нарезки какие-то смотрю иногда три мы захожу с ними можно было бы хотя бы понять какие они люди попытаться что-то сделать а ты думаешь еще черпануть какого-то удовольствия от переезда и от них все все у тебя уже не силы не у меня идея есть и может быть какие-то идеи и опять же если получится даже не то чтобы подружиться а какие-то приятельские отношения понятное дело что те люди которые ты вот их видишь их на экране что наверняка они не всегда такие в реальной жизни являются и может быть просто не сойдемся ну если я буду оставаться тут и ничего не делать то ничего не произойдет это происходит я с каждым месяцем все больше зрителей причем но есть такое поверье что сейчас уже из-за того как много контента невозможно выбиться и ты выбиваешься в любом случае за сколько у тебя ушло на это месяца три да нет ну понятное дело что если бы не ты такого бы количества зрителей у меня точно не было ну изначально у меня 40 среднем 40 в среднем было зрителям 40 50 за месяц и почти 1000 подписчиков это вот за месяц за счет тиктока тикток кому без какой-либо рекламы нигде не какие упоминания ну и потом по мелочи ты накидывай момент момент я должен ответить игорь уже имея там канал сколько-то сот тысяч подписчиков 600 не рекламировал себя начал типа с нуля попробовал и ну и дошел до галки без рекламы не до галки я дошел с твоей помощи если бы я это сам шел без какого-либо пиара своей стороны я бы это скорее всего галки до сих пор бы не было да ну 70 в среднем онлайн нужно а меня тиктока забанил как раз вот тогда когда у меня там более-менее начало все расти я отлетел в тиктоке все реклама уже нету никто не идет ну и потом месяц я стримил один раз ты меня зарейдил чуть там мало задерживается людей но они остаются если допустим сегодня он не пришел может прийти завтра потому что он подписался у него где-то там высвечу ты не стримишь он зайдет допустим уже есть какая-то определенная аудитория которая на каждом абсолютно стриме бывает я не вижу то что я что-то повлияло да конечно блин сто процентов так и ты уже не знаю я я начал стримить на стрэч тв и только через неделю дверь его жигалку получил я этого то не стримим я да да нет ну с youtube а же ты как телегу покидал сколько все это и влияет и там два три четыре человека подписались один из них может быть придет на стрим останется что-то его заинтересует ну так же там в жене тоже меня рейдил тоже кто-то остался но это опять же было после того уже когда месяц без какого-либо пиара вот 40 у меня в среднем уже было и такой еще вопросик если бы ты не был бы такой работяга и снимал бы еще на youtube по два ролика в день при твоем количестве зрителей возможно ли жить если ты один и не снимаешь квартиру нет я проводил именно полностью посмотрел на мои заработки разделил то что собак на твиче то что с донатом с доната причем самый большой донатер который мне скидывает это мой знакомый как с которым я знаком в реальной жизни а ну я бы по этому поводу подбищу чуть-чуть поговорим потому что на это же как-то странно тоже не дародина тучи нет давай я я надеюсь то что я запомню эту тему ну короче у меня получилось то что именно с твича при условии всех там твоих рейдов при условии что меня из тег тока нашли мои подписчики некоторые и пришли до на вот буквально неделю назад на меня наткнулся где-то не они спрашивали у него наверно в тик токе где-то вы было потому что чаще всего пишут им нашу есть и кто-то пришел 500 рублей мне знаки не который я знаю который у меня был до этого донатил мне постоянно там чуть ли не каждый стрим приходил 500 рублей закидывал и он такой 500 1500 500 за стрим 5000 меня накинул все и пропал неделю уже его нету просто скучаешь не но то что я говорю опять же это из-за моих предыдущих заслуг он меня это сделал это могло бы и не быть ну и плюс еще то что у меня в топе самый первый кто больше всего закинул этот человек которого я знаю если бы она не закинула то тогда не было бы уже этих цифр минус 5000 шага короче у меня получилось в месяц 11000 если поделить лично встреча из доната не ну вообще теоретически жить можно квартира 4000 стоит не ну допустим ты с мамкой там и своей комнате стримишь но если ты эти 5000 вырезаешь человека который уже работает которого я знаю который донатит мне просто хочет поддержать приятно не знаю просто хочется знакомый это минус 5000 это уже 10 получается мы я не делил уже получается месяц десятка будет потом ну короче об этом можно бесконечно просто делить эти деньги это мало с мамой в принципе да окей 10000 можно что-то прожить на эти деньги а сколько должно быть по твоему зрителей на отвечаю чтобы 300 наш почему потому что от 300 практически везде рекламу можно купить 300 зрителей уже с тобой подписывать какой-то контракт но опять же ты должен знать сколько потому что даша крика рассказывала то что ее на ебали и первые рекламы она по 2000 продавала при условии что у меня я в последнее время тоже над собой задумался то что я слишком дешево продаю когда ты меня обосрал и заквиль два раза меня ну вот ты ноутбук этот рекламировал тебе сколько там 200 долларов предложили что такое да и мне тоже самое такую же сумму хотя у меня просмотров у тебя там по 100 тысяч условно у меня по 30 и они попросили не игру которая у меня основная на канале а игру которая у меня там дай бог 10 тысяч наберет данного отдельным роликом отдельным видео а у меня же не отдельным просили как за отдельный мир я записываю варзон у меня есть на канале варзон до этого старые видосы но я понимаю что сейчас теоретически это вообще не наберет я им об этом говорю похуй главное чтобы вы выложили но я насколько понял вообще просто нужна обсуждаемость им не надо продажи ну на 5000 просмотров подожди ты за 5000 просмотров получил 200 баксов я не получил потому что мне ну блять вот я долбоё просто мне стало жалко я понимаю то что это видео не зайдет и я такой тянул тянул и потом говорю типа да чё то не получается взял скинул им через две недели по моему когда они просили скинул видос вот типа есть но я лучше бы отказался я хорошо скорее всего не наберет куда нормально нормально все хорошо часа скинула проверку и по итогу он не через интернет пишет что у них там проблемы начали слишком много денег они дали отдали другие блогер на рекламу она не окупилась поэтому поэтому не получил и должно быть поливать вообще на то просирает мне тоже было не плевать просветли рекламодатель деньги или наоборот я его рекламу слишком я однажды с бабушкой ролик я там взял вообще какие-то копейки тысячи три с бабушкой 5 миллионов там или 4 миллиона набрала просмотров реклама ебучего канала блять я получил ну какой-нибудь для портфолио компания знает кто знает вот ты живет или просмотры если ты рекламодателю горил вот это видео она сто процентов гарантирован а такой шесть реально ранее лёш шевцов рассказывал то что такая тема есть у него спрашивает сколько видео ну миллион точно будет все окей такие такие то банки если не набирает должен еще одну бесплатную ну и либо там что-то может отдать да 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 ну мне мне позвонили сказали то что не могут менеджеры дать которые менеджеры и откуда именно любых реклам или только повод этим ноутбуком нет видимо в любых любых очень нужен менеджер почти у каждого двич стримера есть менеджер да и они ищут и они выбирают они знают как сколько должно стоить сколько у тебя по просмотру они завышают еще из за того что менеджеры появились реклама на самом деле на ю тубе не должна столько стоит я вообще ну да даже если менеджеров не было я не понимаю как можно миллион за то что в твой видос вставляют рекламу я не понимаю я настолько не стараюсь чтобы получить этот миллион ну ты не стараешься но допустим там реклама ну первое что в голову пришло это чбд как они там вырисовывают вот это вот именно сценарий на наверняка там раскадровки какие-то есть ну люди именно как фильм это кусочек фильма на дорожку снимают я ни одной не посмотрел я все промотал не клянусь ни разу только начинается сразу проматываю мне похуй я никогда интересно никогда не интересно мне поебать реально ну козел ты оказывается есть расширение которую вот такую рекламу даже определяет да 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 или люди репортят или реально определяет на моем ролике мне говорили в первый же день сразу типа высвечивается вот тут реклама я стараюсь сделать такую чтобы я тоже было интересно смотреть но интеграция не просто именно как ты вставил именно кусочек который тебе скинули а интеграция так а ты мою рекламу скипаешь или ты мою скипаешь конечно нет я досматриваю и еще я оформил тинькофф games показать или похуй у меня в да покажи блядь в другом ладно потом давай тинькофф games хочу с тобой поделиться то что я не спал предыдущую ночь потому что я внезапно зашел на свой канал посмотреть свои старые видео мне во первых было интересно почему-то свои старые видео не 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 про лимузин а потом не начало высвечиваться мои обзоры на лего я их просмотры моих обзоров на лего не на леговом канале сравнил с обзорщиками лего и оказалось то что но я оказывается круче чем обзорщик сколько сколько чтобы цифров понятно 45 46 тысяч это уже лучше чем русские обзорщики лего прикинь но я когда записывал лего ну какие-то мелкие у меня там по 20 по 30 тысяч такая хайпер муж мы лего будем снимать у меня столько наборов которые не отснял мне кажется проблема в том что ну я если видел какие-то обзоры мы считаем кибарь и допустим но не нудно там что-то рассказывать собирает но неинтересно но типа для особенно когда сборка полная сборка сборку я сделаю всегда нужно вообще поэтому она и может быть уже не так хорошо набирает а ты как бы человек смотрят первую очередь не на лего на тебя лимит можно она мне еще вообще интересно насколько моим зрителям интересно лего типа некоторым как будто похуй а не к некоторым похуй но есть большое количество людей которым интересно и они потом пушат просто для других но выдают рекомендации так вот мне было бы интересно сколько моих зрителей любят лего а мне интересно сколько моих зрителей любит анальный секс за мальчиками фотографирую за это что за мем объяснили ты меня сегодня это сколько уже распил дам при похуй ну короче чел ты кто ки берет какие-то темы пишет например училка вызывает доске а у меня стояк я выхожу со стояком не прикрывая его жесткие рисковый всегда суток и не должно быть ну нет ну типа логика немножко есть нового типа он жесткий рисковый поэтому это трек заиграл но это я сейчас сам придумал а фотографирую закатом 1000 минус 7 тоже там не знаю послушал песню лсп камня вниз у меня нет проблем кроме моря башки ладно я помню я видимо может быть так я пора до увидеть надо просто видите первый раз посмотрел хуйня непонятно второе дело хуйня третий раз ладно тогда ладно ну ладно вот это ладно это у нас попросили это надо обсудить чтобы в названии написать чё не пухать отчетом тут и дота я скажу тебе так у меня в доте 3000 часов а да я вспомнил да и я с одиннадцатого года играю в доту 2 играл и у меня никто никогда не играл ни разу не заходил я заходил я пытался не понял что вообще делать да 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 мне она зашла ты ты сам играл или с друзьями и сам и с друзьями мне самому никогда не нравилось у меня было 4 400 solo ммр кто узнает тот поймет это раньше это было окей типа я не лох ебаный нормально я и 3000 слышал что не лох это типа средняя ну для нас уже это было лошня потому что мы были на четыре слить наверно так это работает ну тысячи это вообще это типа обоссать чего можно но как много людей когда я в универ поступил и кто-то что-то общается а у меня 900 ммр и я такой хуй его знает типа блять а как я теперь с тобой общаться буду ну это и он такой у меня 900 блять он именно гордится этим а это хуйня прям пиздец у меня 4 400 у меня всегда был дипа селевер 2 в контр-страйке я думал у меня тоже я особо просто никогда в кэс до этого не играл пока стыдно ну похуй наконец короче дота и у меня прям жесткая была зависимость у меня жесткая зависимость доте жесткая зависимость я прям помню ситуацию когда мама возвращается с работы я сижу играют за компом сделал уроки и она подходит и провод выдирает я в доту играл я такой ну как вот это меме то что я буду снаряд игры как он там именно орал на маму то же самое реально такая же картина это ну пелена какого-то негатива какой-то ненависть и закрывает тебе глаза потому что соревновательная игра ты дрочишься на эти ёбаные 15 ммр чиков или сколько там которых добавляются а у тебя выдирают ты получаешь low quality ты получаешь банк 10 игр в рандом драк или сколько там я уже не помню ну пиздец это реально жизнь твоя заканчивается потому что у тебя школа может быть иногда там с друзьями погуляешь и дота все больше у тебя ничего не существует это прям жесткий наркотик и у меня были такие моменты когда я переставал играть и на целенаправленно потому что ну пиздец я сижу ни хуй не делаю только в доту играю я переставал да получалось потом друзья зазывали обратно ну играли так поиграю поиграю опять хуйня начинается последний раз я помню это был 2000 по моему 19 год либо либо конец восемнадцатого опять у меня появилась эта зависимость я сидел задротничал и не давал мире спать у него был нормальный режим восстановленный мы уже жили на квартире вот этой новой однокомнатной и сижу играю мешаю мира как труба игру еще там сипа нет отвали не отвлекай ну реально наркоман серьезно это стопроцентная нужно даже доказали ученые то что это от этого мы осуждаем наркотик осуждаем и доту тоже и она такая ну реально спать хочет не хуёво там может быть я не помню чё и надо было утром делать вот и просто спать хотела и она такая типа да шубы эти все дотеры сдохли вот так вот сказала и такая ой типа и сука и у тебя нет ну она потом изменялась но значит такой человек который про смерть не шутит я постоянно всех посылаю ты тоже у меня несколько раз уже наверно умер у меня реально все особенно если какой она извинилась перед тем перед передо мной перед моим другом русланом с которым мы играли который реально обиделся ну которого есть такие небольшие физики он может нас на свои лад это как-то приятно просто и будет потом задумать вот мне смерти пожелали но я так это представил ну у него есть такое и вот они-то поссорились из-за этого очень долго не общались мира там его обсирала руслан скорее всего ну как я думаю миру обсирал потому что ее не звали в общую компанию он всегда был в этой компании но я думаю что это тоже повлияло но потом все нормально было он период и пошел не в обиде все хорошо но компанию больше особо как-то не вливался ну так получилось все школьные мои друзья не ну конечно из-за мира и из-за того что у меня нету времени на это все но то сколько сейчас вот сколько у тебя было друзей в школе вот именно прям с которыми ты хорошо прям общался сейчас осталось не кто остался сколько было сколько было 33 всего лишь да блять мы совсем классно общались не я здесь сила меня бесило бесполезное общение я выбирал людей с которым которые от которых я могу что-то получить но что-то получить в плане именно развития просто хорошего настроения хорошее настроение развития и списывать домашка ну у меня почти все друзья были с даже девочки хорошо общался мы гуляли там могли спокойно выйти 15-10 человек пойти погулять у вас круто вот так у нас класс очень дружнее но у нас такое в деревне было что мы с первого класса мы все сперва нашему нашему классу вообще вызывали каких-то психологов которые пытались сплотить наш класс то есть на родительском совете берли они не дружат да какая разница мы там не дружить пришли учебу короче нам я помню кто-то вложился на парту и все вот так вот пальцы под него подсовывали и поднимали и говоря типа о это потому что мы вместе это психолог сказал так делать да да школьный психолог он приходил напарницей приходил напарницы я тогда увидел это болезнь которая особо ни на чё не влияет бельмо когда зрачок форме восьмерки нет восьмерка зрачок черный ну у меня была знакомая девочка которая ко мне типа подкатывала она была на год младшей у него один глаз влево один глаз был коричневый полосу карий на другой был голубой и одна четвертая коричневая нихуя пробудился шаринган почти я круто я бы хотел бы конечно я хотел себе полную как это гума метро хирею ну как наш у хаски очень часто или у кота или у аида именно он люцифер слушай такой вот вопрос получается в боге войны в первом по моему или во втором я точно не помню я не играл ни в кати кроме с видом от спины он же кратус убил получается аида и он должен же типа перенаправлять там остаться и каран все затор пробка началась и до сих пор это же москва не ладно у меня был вопрос который я записал у себя в голове не забыл тебе задать ты говоришь что же тебе донатят подруга и еще у тебя есть вг которые не дана нет нет у него сейчас с нигарой проблем не тогда он тебе на это вот у меня интересный вопрос каково типа вот он твой друг да то что тебе твой друг скидывает вот прям сейчас денег поддержка но если ты бы не был бы стримером он бы тебе не скинул бы просто так не подарил бы 5000 рублей за просто слушай ну а зачем просто обычные люди скидывают деньги ну они-то они какой-то выхлоп от тебя хотят получить какую-то тебя реакцию да и приятно да ну им просто они тебе кидают да и они понимают что они тебя поддерживают но этот человек с которой тебе сейчас задонатил а через пять часов там ты выйдешь на улицу и пойдешь с ним гулять в качалку нормальная тема для тебя на тот момент когда меня поддерживал он не прям так хорошо с ним общались мы типа садика знакомы но был такой период когда мы не общались 10-15 ну дохуя короче вообще перестали как-то ну понятное дело мы там разных классах так получилось что он в декабрьский и он остался в садике а я ушел в школу первый класс ну типа на годе ну похуй короче перестали мы общаться и мне кажется что вот именно когда тогда он донатил поддерживал это только вот начало каких-то наших снова возобновления дружбы и вот просто хотел поддержать меня но не так часто мы виделись а сейчас кто тебе подруга донатит это как я понял моя старая подписчица которая начала смотреть моего другу колю когда он начал стримить узнала через меня про него и он ей понравилось и а она на его день рождения приезжала сюда в ростов ну то есть это не подну не прям прям прямая подруга это больше знакомая ну да не мне подруга но знакомая ну хорошая добрая девочка вот периодически то она заходила когда я только начинал каждый стрим по 100 по 200 рублей закидывала на причем знаешь не то что она выгоду какую-то хочет по крайней мере я так это ощущаю не то что она ответь мне или добавь друзья вконтакте давай там переписываться ничего такого не просит просто мем этого и камнем вниз нет нет захожу в школу учительница горит ах ты еблан я и у меня нет проблем да нет ну короче ничего нет меня не надо она мем берет мне отправляет привет виталя я твой единственный подписчик этого артуса ну да я понял мем да прикольный мем не ну просто типа каждый стрим приходит не значит написать просто берет поддерживает и такой прикол а по поводу вообще каких-то взаимоотношений с донатерами ты чё думаешь я у меня есть правило такое что если есть топ донатер во первых 90 процентов то что он попробует навязаться и 90 процентов что ты не сможешь отказаться от этого а я себе выбрал правило что я не хочу связываться стоп донатерами потому что это будет человек не задонатил как будто оплатил время общения и когда он перестает донатить когда он уже с тобой за другую задружился и чё-то и донаты заканчиваются а ты такой типа а бля и чё там ты мне как будто и не особо интересен стал у меня у меня такого никогда не было блять у меня это повторяется изгода меня все люди которые у меня в топе этом 20 тысяч 30 тысяч у меня по моему самый то я сейчас точно не помню один из допустим топовых донатеров которые там около 20 30 закинул он пришел там на пару стримов на один стрим зашел он самую большую котлету закинул ничего не просил ничего не хотел от меня ничего не спрашивал по мелочи именно и пропал все больше его не видел и таких несколько людей у меня таких топ донатеров когда пропадает топ донатера я практически уверен что 80 процентов из них сажают за то что они закладчики блин хрен его знает может быть ужас осуждаем кстати таким не надо заниматься но есть люди которые вот на почве короны потеряли свою работу и потеряли свой заработок большой такой тоже есть а я думал и пошли зарабатывать альтернативными путями закладками так просто все денег нету как они тебя будут платить иногда по мелочи там что-то может могут скинуть тогда нормально да ну чтобы просить там встретиться или нет да не прям среди да вот именно поиграть добавить друзья давай поболтаем и ты за уважение какого-то хочешь поболтать а потом это в какую-то для тебя как будто в работу превращается сейчас у меня есть человек на твиче который практически каждый стрим может закинуть 25 рублей там 50 100 и он зачастую на каждом стриме просит чтобы я ему роспись делал на стене у меня такой бесит и мы сделал около 150 расписали а какой ник не помнишь didx нет нет зипермолвая он у меня говорит не ладно не 150 наверно поменьше но он каждый раз просит на одно сердечко больше сначала было сердечко два сердечка это было легко но сейчас он говорит типа напиши 34 сердечка гриди нахуй заебал ты мне свои 150 рублей ёбаные забери извини ну и что ты 150 а мне типа похуй мне если закинуть у меня нет никакого как называется цена прайса да ценника нету мне закинут там вот у меня сейчас донат стоит 10 рублей минимальный мне закинут попросят расписаться я распишусь мне похуй мне очень лень у тебя больше зрителей да один увидит все начнут да больше платежеспособной аудитории ты уверен на сто процентов блять покупать проходки за пять тысяч или сколько там не я я такой план и у меня план такой что шкила рую деньги у родителей ну либо ворую деньги в родить осуждаю либо ну мой план что не человек увидел и в тот же день это не человек а человек чтобы думал копил и думал типа вот а я буду зайду а я буду общаться так а стоит ли оно того чтобы отсеять чтобы человек но это время и больше ну есть люди которые заходят за день раз сумму закинули такие типа заходят и херню даже творят и банят тот же день идиоты но если у них есть деньги чтобы развлекаться так но я план ставлю на то что человек будет думать пока будет копить надо ли оно ему туда если он не за кстати херена тема серьезно у меня неоднократно такое было что нету большой суммы какой-то я хочу прям сейчас усираюсь хочу это даже думают купли может быть занять там или снять со счета своего какого-то ну который неприкасаемый думаю 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 проходит несколько там недель может быть приходит уже зарплаты такой не хочу уже вот у меня так было сатуировкой я прям именно хотел я уже думал то что я пойду делать потом время идет и такой блять а я же не знаю что делать чубить вина но у меня даже мысли не было я хочу я не знаю чем и я уже не хочу и в итоге набил ну по итогу да просто мира мне подарила сертификат на 10 тысяч рублей а так жалко было что я проебую эту десятку и она могла гореть или чё да 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 и я просто сидел так и думал что бы я хотел какое хочу татуировку которая будет именно для меня что-то значит не просто хуйню какую-то и что она значит для тебя ну и вообще изначально хотел себе на запястье розочку какую-нибудь черно-белую но это больше степени именно из детства что-то идет что я смотрел там всяких блогеров у всех абсолютно была такая хуйня я не рискал ты чё долбоё блять ни в коем случае как а что значит твоя новая когда я выйдет видео а когда надо не ну и гринек с обычно монтировать может целый месяц ролик сколько назад мы уже снимали обмен живыми а соня скала будет вот послезавтра я надеюсь сегодня давай отдавай об сосем вот мы с тобой в мужицкой компании вот мы обменялись нормально это ненормально а ну-ка но поподробнее знаешь как говорится сучка не захочет кабель не вскочит просто хотел поделиться знаешь как говорится лада это не буду потому что видеться мне кажется что типа все равно ну не нормально как-то вот так вот эти вы будучи в отношениях вот так вот дужу манами меняться я был против да да блять ты один из тех кто был нет нет только когда соня предложила первый раз я гонит нет я не хочу может типа не надо ну и потом когда там постоянно соня вспоминала об этом когда 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 тебя скидывал тему ну да а потом по итогу все надо это ну и какие у тебя впечатления вот ну если бы наверное мы с тобой были менее как-то если бы мы с тобой не были так близки ты на серьезе ничего себе ничего себе ну я я вообще мне позвонил гена и говорит слушай игорь к сумме пристает говорит а ты уверен типа в этом и дело в том что я уверен не вообще наверно во всех своих друзьях уверена я в тебе был уверен у меня просто других на выбор не давали но я был уверен что ты нормальный тип а ты окажется нет смысле почему сука нет ну ты это нормальный бля брат нет плане чуть не понял не 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 я все понял не но у меня не было такого что типа ебать у меня крышу сорвало с хуем бегаю блять снимай трусики там вот такое ну блин не знаю как сказать опять же сейчас это говорю а на деле у его знает может быть даже если бы мы были не так хорошо дружны может быть я все равно это просто у меня ну в голову ну типа был бы не против что-то вот так вот скажем но тут опять же скорее всего проблема именно из-за того что я на протяжении это что твоя жена у другого человека в этот живопит тебя не не колышет и то что теоретически ваша дружба сразу может закончиться с кем со мной если бы ты там приставал бы к соню нет если бы если мы были меньшими друзьями как ты говоришь если были меньшими друзьями у меня чуть-чуть другие эмоции я это для меня это бесценный опыт жизненный как оказалось на стриме слышал ты рассказывал давай повторим а что я не помню что это ну то что типа ты рассказывал у sony мы постоянно там вместе так далее и вот я отвык как типа можно типа девочкам там вообще а ну во первых да типа чувство охотника я это назвал но и от стенки в другую сторону я все время какие-то приколы вкидываю которые только я знаю я понимаю что в теории хотя бы один человек это увидит на видосы я записываю могу какую-то там хуйню там строчку может быть оксимирона постоянно что-то могу вкидывать и найдется найдется расскажет типа о это там так вот только сегодня было я что-то вкидывал и заметил один человек только мне покайфовать я смотрю кстати я не понимаю зачем я твои ролики смотрю но я почему-то смотрю твои ролики это то это тупизм мне нахер этот mortal kombat не всрался да я смотрю вот именно на тебя думаю блин какой милый мальчик есть был бы геем я бы нет ладно этот по поводу чувства охотника но это во первых стало и второе это то что ну вот какая-то семейная рутина под заебала да и я ну думал вот это вот меня в соне бесит вот это вот меня все не бесит а как а мира идеальная вот не а как оказалось меня это бесит не в соне меня это бесит в женщинах это что типа нас уже да это мы скипаем нет но это как будто укрепила мои отношения с моей точки зрения соня укрепила да я кому-то соню еще больше полюбил после того как ты какие-то все-таки вот моменты подметил да я например подметил то что у нас мира сейчас такие отношения как вот знаешь бля ты не знаешь но наверняка знают люди которые будут смотреть у кого есть брат или сестра вы живете вместе в запутном пространстве на протяжении много или много-много лет вы начинаете друг друга ненавидеть сколько бы я вот не слышал очень редко бывает такое именно от моих знакомых что брат с сестрой или брат с братом или сестра сестра хорошо именно ладят даже вот когда мира жила вместе с сестрой у них были проблемы они ссорились постоянно только они разъехались камни мира переехала у них идеальные вообще не ссорятся а вот у меня вопрос не думаешь ты что вот это наша проблема в том что у нас однокомнатные квартиры и нас может заебать every day ну то есть с тех пор как соня переехала в ростов я ежедневно с ней в одной комнате находил это может быть но например мои родители мама с папой двухкомнатная квартира жили одни и к тому что у тебя мама с папой они еще и на работу ходят вот это тем более и все равно они разошлись а потом трехкомнатная квартира появилась где я отдельно был все равно разошлись поэтому тут у кого-то может быть это за сейви отношения я я верю я верю например то что допустим даже если бы у меня была какая-нибудь студия где я бы мог вторая комната которая оборудование под студию и теперь я могу сидеть один просто ну чтоб никто меня не трогал я сижу в наушниках что-то смотрю мир заебывает там что-то спрашивает я сижу не слышу нихуя блять я в наушниках у меня микрофон направленный конденсаторный ну не улавливает ее и на что она говорит она что-то спрашивает но я уже приют меня на все да 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 если что-то вопрос жесткий она подойдет заебет на наушники с меня снимать там вот такое вот ну если бы я сидел отдельной комнате меньше было бы заебал ну типа лайтовия было а как у тебя вообще это устроено на типа у меня это продлилось год и сейчас соня может здесь может у себя на балконе сидеть у тебя мира всегда вот ты снимаешь ролик она на диване вот прям перед тобой ты ее видишь мне не вижу монитор прячется не ну ты знательно я знаю что нет иногда бывает на кухне уходит и сидит на кресле у себя я у меня вот расскажет ей как тебе у него 100 процентов его я думаю что может быть если бы мы в двух комнатах жили бы или если бы работали ну как нормальные люди ездили бы и меньше виделись может быть наши отношения были бы крепче сейчас ну типа успевали бы за друг другу как-то соскучиться или что-то вроде того да да я думаю да вот может быть но опять же вспоминая отношения моих родителей это не особо помогло там много факторов это и алкоголь опять же такое чувство шоу но на нашем годе рождения это как будто одинаковая проблема расставания ну чем у меня и знакомых опять же возвращаясь к тому что мы большими компаниями со школы гуляли полных семей ну ну уж 4 там все остальные ман все остальные ну да из 10 или из 15 человек все остальные воспитаны в однополых семьях мама малышко да 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 это все таки проблема то что нету нашего дева шестого года там девяносто пятого вот этих имена миллениалы мы да 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 точно глиниалы то что у нас нету мужчины как именно примера как примера для подражания я не уверен в этом суждении ну ты думаешь типа родители ты общался со своим отцом все равно и я очень-очень по мелочи вообще прямо сейчас больше чем раньше еще меньше а хотя наверно так же примерно так же не у меня было общение с отцом тебя на каждые каникулы я ездил на каждые каникулы насколько но это понятно и ну на неделю типа вот подистируем у меня есть для сравнения то что я жил в однополые типа или вот этой семье мама бабушка и у меня был одноклассник который мама бабушка жил и он вырос реально там типа замкнутым очень челом и в школе он мог расплакаться из-за каждого там вообще повода но я при этом-то себя полноценным чувствую хотя может быть и он да и ты тоже жену вырос чисто ну у меня еще дедушка было не нужно помогло то что большое количество времени в том числе дедушка проводил и 8 9 классом ездил ко мне типа как репетитором был делали с ним уроки я не делал чинип и он приезжал ко мне с дачи надо было ему это ну нахуя но там все равно приезжал где-то метод и у меня заставлял спортом заниматься я помню как это 7 был класс по-моему у меня вот как запястья тоникое такое же было и на бицепсе ни разу не аджаться неп fidelity не мог и à мне заставлял там полтора килограмма гантельки поднимать и это меня так бизнесе и на бест하고 никак не было заниматься отжиматься заставлял сначала начать по полу тела свисает остальное там многие на диване полчаса так вот джим their寺 дальше дальше-дальше от отжиматься и подтягиваться может quite она наставил а потом буквально там полгода может как раз какие из за того что я начал заниматься стал деляться к сторон больше теоретически может быть это совпадение огнение так думаю мне начали девочки нравится а до этого было похуй девочка и девочка а вот седьмой класс я такой подумал с девочками же можно и начать типа что-то побонишься больше только разговаривать а до этого у меня одноклассницы были но я чисто там типа по приколу там по жопе шли она тоже никакого значения не в плане сексуального меня было какое-то влечение просто по приколу за волосы подергать но не так чтобы помутить с кем-то вообще для меня были одноклассницы типа а потом уже когда может быть это просто нашли настал именно переходный период именно в это время когда какие-то гормональные сбои что начали девочки нравится может быть реальный помогло то что сторонство выделяться больше шоу вниз и из пеница стала выделяться до какая разница но девочки примерно вот 7 8 класс я понял то что блин можно и там что-то попробовать замутить как-то я помню мне на 8 классе уже замутил училка и было 64 ничего себе это level up сразу ты блять не ты она из тебя высосала жизненные силы высосала всех детей чел выпустила всех на пчел из за улья нет короче я помню вот прям очень хорошо не знаю такие моменты запоминаются наверное у всех ну яркие я иду на третий этаж со второго на третий по ступенечкам и была девочка которая мне нравится и которая буквально там несколько дней назад написал в контакте добавился месяц назад не общался потом рискнул написал ей она мне ответила немножко пообщались блять вот это это тоже охотничьего хуйня который я потерял когда ты такой думаешь блять написать не написать отреагирует заебало я потом правила вывел пиши причем пиши на коле пол на количество надо работать а у меня такой друг есть реально который всем абсолютно у девушки есть парень у девушки он напишет похуй может быть она с этим мужем разойдется а уже как бы есть ну закинул крючок а у меня такие крючки даже срабатывали ужас осуждать так вот иду я по ступенечкам 3 2 этаж вижу эту девочку с которой я буквально там недавно переписывался и у меня прям хуярить меня начинает и она ко мне привет это я даже не помню сказал я или не сказал вроде сказал а вроде нет такой вот у меня нет не думал ты что такое как фильмов бывает когда можешь да да не прям у меня такое было не прям тесостерон я не знаю что там на это струнда не адреналин адреналин вот да точно адреналин типа ебашит коленки трясутся пиздец просто вот тут так еще с ней у тебя получилось очень много лет мы пытались ну точнее я пытался знаешь там встречаюсь с одной бросая ей там могу что-то написать там погулять посылать может все-таки поедемся в этот раз нет ну короче потом она знаешь как будто бы все-таки у нее не то что прямо найдем а я не веду что какие-то отклонения норме может быть это норма для человека много таких людей живут вот мы идем а с ней поговорить не о чем а поговорить можно только тогда когда она наебениться и причем когда она уже наебенивалась то зачем разговаривать нет тогда это были большие компании я просто видел что она в принципе становится общительной а до алкоголя она максимально замкнута она не может вообще пытаешься из нее что-то выдавить нихуя не получается все и она короче ее звали допустим вика допустим это не так его звали костя ее звали марина его звали костя допустим и она это ее первый парень как я понял первый типа секс был у него у нее с ним и они постоянно то расставались то мирились он ей то изменял то не изменял и по итогу она все время о нем думала пыталась кем-то другим замутить не получалось и я поженилась они вышли замуж ну типа они сейчас живут вместе но не креста и вот так вот она простила его вот эти все измены и сейчас вроде бы хорошо я щас ну типа не то чтобы не публиковать так охуенно а либо ну круто я где-то внутри себя мне прикольно то что вот все таки так получилось мне не прикольно когда после измены кто-то с чем не мы увидишь она она без него не могла существовать ну так вот и типа если ей хорошо и у них реально все хорошо и он осознал то что ну может быть знаешь опять же не ну какое-то прощение возможно возможно но я бы допустим но это предательство по типам величайшего масштаба предательство но мы не знаем всех тонкостей отношений у меня был такой друг который очень долгое время там четыре или пять лет встречался с девочкой и он мне как-то рассказывает то что блин пиздец она мне изменила я ее так любил она вот такой вот оказалась и это публика пиздец она шлюха вот я вот именно так или он у меня спрашивает она же как шлюха поступила вот так вот было да ну да как шлюха поступила он ждал по моего одобрения и он ей это рассказал а мы типа ну нормально общались до этого еще хорошо когда они были в отношениях сегодня я рассказал что я ее считаю шлюхой она на меня обиделась ну с его слов опять же она меня там по-моему удалил откуда-то ну что такое я помню и потом я не помню откуда ли это узнал может быть он дошел к этому рассказал может быть с его рассказов я до этого дошел то что оказывается то они уже не встречались несколько месяцев на тот момент и она изменила типа уже не находясь в отношениях с мальчиком который понравился который тоже долго не подкатывал а если такая ситуация вот и мозговой штурм я вот проводил думал допустим но знаешь бывает поругались и сделали типа ведь что расстались на тот момент все серьезно через неделю свелись но в этот момент ну я понял чему-то да то что типа потрахался кто-то ну хер его знает что-то неприятно ну не как понятное дело неприятно но все зависит от тебя наверное как не а с другой стороны вот заклили я был сабу этот сабафон я ему дал свои костюмы поносить я ему звонил по поводу голема там берете по ты же за голема да да все голосуйте за голема я хотел чтобы он там буквально 10 поговорил он как начал там рассказывать про то про это типа я тебе видеокарту верну я вот там что-то было начал я только ну блять уже что-то провисает стрим надо как-то сбрасывать я типа не против с ним пообщаться он такой довольный какой-то веселый то что я там тоже за голема топлю я просто так на самом деле мне именно я против тебя хотел вот так расскажу да я понял просто что как но это было мне не так не понравилось то что ты вот такой путь выбрал это козлиный путь ну я-то говорил мне похуй давайте за голема а можно и за зеленую хуйню да но только не зрелая естественно потом как бы ты мне закинул всем собачек перебил за кверя на одну в принципе один раз сказал и потом все равно отопил да 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 я тогда тоже разозлился а ты не видел что-то левый опрос вообще ссылка на левый опрос они не видел блять там мне писали типа это же другой ты чё типа долбоёб на хуй это скинул и некоторые выкупили блять гений реально я просто я написал голосование майнкрафта видишь левый какой-то девяносто один голос я говорю давайте голем почти выиграл там чуть-чуть осталось голосуйте не на это разозлился на то что что там что-то повыше вроде было повыше сливы были какие вот сливы я говорю типа и блять запишись на мой на мою телегу там такой слив такие сливы сейчас выложите неделю будет слив да 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 давай я выкладываю такой не у меня опять как бля гений на марьяну ро обиделся да нет значит может быть не на тебя или я себе что-то придумал не ничего не было вот так вот и ссорятся да так вот и мы поссорились с бывшей моего друга которую я назвал шлюхой а я не называл шлюха я сказал ну да я бы сейчас бы я никого никогда не осуждал ничего нигде а я все время да даже то что не надо потому что галочку получил а если бы не осуждал бы не получил бы галочку я токсичный да я но но я в телеге это писал ты наверное читал длинно пост мы читал скажи что нет ладно я не понял наш на что вот этот мой длинный пост который я написал я тебе его могу пересылочка на telegram мысли жопера внизу вот 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 это вот вот это все ты знаешь я скажу когда стасы как просто выкладывают текстовые сообщения листа 4 и банк telegram и ты листаешь листаешь он не заканчивается такой запиши голосовую на 20 минут нахуй мне это читать а я не люблю рассказывать давай а я наоборот не люблю когда голосовые я в каком голосовые слушать если можно было бы кнопочку нажать вконтакте в текста ну да вот как он так короче рассказываю я понял то что я стал более токсичным чем раньше вот и начал я вообще хуй суши все подряд но мне так нравится сука я истинное удовольствие получаю а во вторых и эмоциональную разгрузку получаю я раньше все в себе держал ну дебил пишет в чате хуйню или про меня где-то в комментариях что-то в каком-то паблике в стримин сайде обоссанным и я я это читаю я должен это чё в себе держать я открываю стрим и полчаса хуесошу этого человека такое удовольствие блин ну я на твиче не могу хуесосить именно жесткая но комментарии которые мне не нравится в тик токе допустим видео какое-то я обязательно напишу что-то гадости кстати заходите на самые тендовые видео опускайтесь вниз почти всегда игоря комментарии под каждым на ютюбе да 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 ну я сейчас меньше пишу но вообще я вот не понимаю у меня есть галочка люди пишут нахуй ты пиаришься ты долбоёб я такой же человек как и ты я хочу написать комментарии чем ты нахуя пишешь комментарии почему я не могу и мне реально по кайфу я уверен я на это время не трачу это пиздец ты хоть раз подписывался на кого-нибудь кто написал в комментариях с галочками такой ебать залупа 228 зайду на канал нихуя он видосы снимает подписался не как мне тоже нервов такого не было и и сам одиночный пиар да и тем более ну может быть если ты там байтишь как на тебя подписан не будет смотреть человек должен с видоса прийти подписаться они просто по так же как и реклама не работает если пиаришь допустим канал чей-то ну редко бывает кто-то останется самый маленький процент поэтому я такую рекламу у меня на канале где-то может быть пять шесть человек за все годы я прорекламировал и потом я понял я увидел по аналитике то что подпишется 100 человек допустим с рекламой и не смотрят просмотр как бы это не нахваливал чё бы ты не сколько бы мне на протяжении всех лет сколько мне человек предлагал от последнее что я помню это было где-то может полтора года назад он не предлагал 50 тысяч за то что я может быть он шутил я не знаю если у него деньги любые деньги я понимаю во первых это хуйня полная ему ничего не придет во вторых но я не особо если честно в это поверил а тебе ну покер или не покер нет не может разозлиться и зашла он у тебя взял у него были одни вот последняя моя решена я всегда так и говорил когда у меня покупали рекламу у меня был человек который покупал на рекламу своего канала 1 5 подряд ну и на 6 игры может быть типа хватит я именно логично подошел ему расписал его смотри там ты покупаешь рекламу тебе приходит только-то сколько-то просмотре может быть там на первый видос который рекламировал есть потом нету нахера типа нужно совершенно по-другому идти ему там именно почему-то захотелось помочь он не доходя денег скидывал по сути и я такой думаю блять ну надо типа бить ему голову в голову то что нужно немножко по-другому двигаться я ему совета понадобал все он забил да да видимо он не смог этого пересмыслить как-то может быть просто хуй положил что это слишком сложно у меня какая-то девочка решила заказать рекламу в сообществе я никогда не в жизни не делал рекламу сообществе хотела дать денег я посмотрел на ее канал вроде прикольный ну чисто бесплатно закинул это первая история вторая история неделю или две назад у меня заказали я одну столько 5000 вроде я за стрим получил за час и никогда таких ну типа денег не имел ну могли приходить донатить но вот именно что я с целью пошел от стримил целью чтобы заработать 5000 да 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 вот что у меня уже программа готова я должен зайти откомментировать турнир а и значит а как оказалось идея провальная потому что у него нету собственного сервера он сервер включает только на время турнира и этот турнир по его мнению каждый раз должны разные ютуберы стриме челы скидываются по 150 рублей надо приз отдать еще купить ютубера он начал на долгу вперед играть и сразу выгорел сразу же после меня до подали заявки до в группу зашли ну там типа из трех тысяч зрителей которые были на стриме 100 человек в группе стало ну естественно ему то есть контент был топовый реально там ну люди на деньги играют я это комментирую мне нравится зрителям нравится не вне падали зрители как обычно на рекламе бывает но в итоге просто комментировал и чего-то выкладывал я просто комментировал всего и он еще со мной там дискорде сидел на я такой не люблю но я жму это именно в кайф было просто пообщаться нет он потом написал то что я думал говорит я переосмыслил проект давай ты будешь типа постоянным лицом за процент ну какой там процент людей которые 150 рублей скидывает я с тем же успехом могу просто свое запустить и уже у меня рекламная площадка будет и все такое скоро у тебя будет такой то что комментирую мне такое было но он у тебя спит возможно есть сайтик хардкор и у нас была гениальная идея челы скидываются неделю играют на хардкоре сдох значит все вылетаем и под и в конце битва кто лучше подготовился они там месились два человека могут полчаса час месяца потому что они приготовили за ну да мы также с жене играли ужас просто невозможно было потом скотра все играем без яблок и без воскрешалок мы с жене в последний раз играли копили ему на поезд самолета в москву все настолько не подготовлено было чтобы ты понимал плагин вообще перестал работать админ просто сам смотрел какие нам суммы кидает и скидывал вот эту штуку было так кринжово но так смешно так что я в москву я не понял а где он был да пухой просто я всегда путаю на самолет да 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 не боится же сука он теперь не боится а раньше он гонял же на он мог на поезде ехать четыре часа ой нет четыре дня два дня когда он со своего залупинска тамбов томск томск не томск это другое еще дальше а именно где сарата саратов так деливало а вроде звучит типа саратов но он же еще и от саратова заклеили в москву ездил туда-сюда ездил вот сейчас понял что но на тнт устроился чё похуй сосим его за облачение есть шутки же женю женю берут на тнт женя веселый тнт платит ему зарплату женя платит за квартиру и не хватает денег и камня вниз я не смог просто другой придумать песни я ебанул то что уже есть что в голове крутится а ты кстати тоже был на тнт вообще никакого ничего не почувствовал да нет типа ты по приросту не почувствовал или по эмоциональному а какой прирост блять там только мои писали ну я не знаю я по крайней мере у меня просто слишком активный чат и они пишут хуйню всякую но уж лучше хуйню чем нихуя я даже считаю то что можно накруточку осуждаю не она может быть да нет это хуйня полная все равно мне кажется что все-таки на твиче это как-то отлавливается накрутка но это ну типа я пошутил про накрутку и сейчас задокументируйте это это не вырезать и типа кто мало накрутил им похуй кто уже охуел там тысячу накрутил две тысячи они идут нахуй мне кажется что все-таки так оно работает потому что раньше они сборолись жестко потому что все как для этого стрима нихрена не боролись ну ты никогда стрима не боролись а потом они начали с этим как-то ну что-то делать сейчас же рекламодатели идут по зрителям и раньше номера также было и был такой период когда тоже карина стримерша а кстати суши у меня есть подозрение что даже сейчас накручивать я сейчас начал эту тему обусоливать кто я много кто да не топы а там девочки разные у которых короче есть она девочка без никнейма когда она занимается какой-то любой другой хуйней смотрит видосы общается ее смотрит 200 400 примерно играет в gta rp и и смотрит полторы тысячи да я не верю это наоборот должно работать да потому что это реклама gta rp я заходил смотрел я разговаривал по поводу того сколько мне брать денег и мне говорили то что всегда с gta rp люди ливают если на твиче ненавидит типа gta rp но за деньги люди согласны и и то же самое на рулетках тоже есть девочки стримерши которые ну там всякие кэс гоу рулетки вот эти вот сидят тоже какой-то хуйней занимаются допустим там может она крутит чтобы показать рекламодатель вот лишь об этом же можно рекламодатель что тупой а как он догадается крутят не крутят сравнить с предыдущим стримом где не было гитара поэтому не чуть не знаю видимо по хуй опять же проблема также в том то что они рейдят и у тебя может быть дохуя зрители сегодня ты скрины покидал ты никогда поделаешь до полторы тысячи рейд заканчивается у тебя там 200 100 человек нихуёвый лайфхак а и уже накручивает но так они делают так же и делают братишки всех так рекламируют у всех рулетки ну когда он там рейдил всех по очереди то же самое у фрик склада также они друг на ты когда свой склад и ты хочешь общить я хотел ну блять там такой гемора да ты не можешь его взять от просто заполнил название выбрал галочки создать ты должен написать на почту чтобы им подошло название что-то еще какие-то там условия должны быть ну именно описать по моему типа вот такое было не такой и по нахуй нужен кого позову соню и чакалу не ну да а я могу вступить она я бы тоже бы вошел и твой 1 и там можно также допустим если вступаешь новый склад из предыдущего не надо выходить у тебя может быть миллион складов будет один только то ли последний то ли ты должен выбрать его непонятно прикол ну я не знаю ты планируешь куда-то вступать там мы если позовут меня в африке а и 89 а африке у них-то побольше от кстати шановки он и в африках и 89 крутой а у меня вопросик смотри допустим ты как ну попадешь такой вот как марина у тебя но не очень много зрилов и тебе скажут ты должен стримить по своему расписанию не позовут по расписанию если у тебя молодые кино у тебя там недостаточно сейчас зритель нет конечно ты чё по расписанию смотри восемьдесят девятом складе по моему нет расписания всем похуй марина жаловну не жаловалась рассказывала вообще может быть на тот момент было как я вижу это всем поебать так я вижу два чела одинаково там снимет кто-то своим занимается другим по хуям во фрик складе там есть расписание у петерых по моему бустер вышел этого расписания по моему эвелон строго и x ты там девочки какие-то очень такое но может быть больше петерых не знаю так вот у них есть что закидать друг другу да 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 чтобы рейд кидать и не знаю такое ощущение что иногда люди может быть уснули оставили ком включен ну как будто бы актив никакой в чате не появляется хотя людей почему не пишут странно где парейт пришел пописали все пропали а может быть боты реально будут откидают так а ты бы согласился бы вступить в расписание ну если бы вот этого бы что-то мне какие-то прибавки бы было конечно я бы попробовал но тогда бы ты бы как на работу на это ходил ты бы знал бы точно а у меня чуть не работа у меня каждый день стриме по сути тоже самое нет я подрубаешь когда тебе в кайф и чё тебе в кайф не кота никогда в кайф а когда время есть вот так вот никогда у меня бывают никогда мне не кайф подрубить ну я понимаю что у меня челлендж мне надо а я не подумал так вот бля и обман и нахуй стрим пизду блять пять минут пообщался у меня такого нету если запускаю я понимаю что я должен заряд позитива и бодрости дать своим зрителям типа и если у меня плохое настроение захожу вас и у меня на поднимается туда мы взаимовыручаем друг друга возможно и я заметил еще такую хуйню когда у меня появились каждодневные стримы я не нуждаюсь в общении окружающим вообще никто не нужен я бы спокойно мог жить один я об этом жаловался психологу это то же самое и еще другое если я с тобой допустим как с другом ухать я хочу о чем-то поговорить ты говоришь я это знаю да я я же был на стриме дырак но мне кажется это просто мне делать нечего у меня есть свободное время и я захожу смотрю я перед сном люблю смотреть какие-то слушать слушать очень долгие какие-то подкасты или какие-то видосы где просто разговаривают или вырезки со стримов я так включаю ресурсы если что-то интересно я не могу уснуть я смотрел интервью от интервью тоже интервью даши корейки думаю два часа ебать его сын точно все два часа прослушал ни на секунду реально было интересно короче в 16 лет в дайвинчике общалась так даже корейка приходит но она не видела не фоток мужчины этого не только лет ничего не говорила приходит оказывается то что этот 50-летний мужик так быть некрасивый там и так далее но она боялась что-то там сказать нет 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 и побоялась что испугалась то что убьет и ну такое нихуя блять сколько ты таких случаев знаешь я смотрел тисака до того как он сел миллион у меня это вылетело из головы реально дохуя не ну я я вот это слушайте под блять пиздец ну жалко жалко человека а это какую-то травму но она сказал что она не хотела но побоялась то что испугалась то что убьет ну я верю я верю в это ну ладно может быть блять идти к ноунук человеку которого ты фотки даже не но они общались типа и не он она не видела как он выглядит думала представляла по-другому но он ей хоть денег дал хоп из да и бахать ну и хуйню блять я этот как это эмпат не не как-то когда ты на себя проецируешь что с людьми происходит я не помню точно я прочь вот это я вот это я я я наоборот вообще не вы вообще даже стыдно я опять же жаловался психологу что мне стыдно что когда у мамы произошла вот это крах пирамиды похуй я я понимал то что я как человек как сын должен помочь и мне приятно помочь но на ситуацию похуй вообще и и то же самое с друзьями семьей с кем угодно в интернете я только знаю ну то есть что есть справедливость что нет справедливости ну вот я от этого отталкиваюсь но эмоционально только если со мной что-то происходит мне не похуй и чаще всего тоже пух ты машина до именно я машина контента и хотел тебя спросить по поводу этих расписаний не закончил если тебе твич приносил бы больше денег продолжал ли бы ты канал игоря наверное реже именно прям когда в кайф может быть даже попытался чё-то другое поделать туда ну наверное да но это как бы часть моей жизни как это взять кузовик на это следующий вопрос вытекающий из этого не не продал нет мне пишут блять каждый день сука работа ну то есть что ты считаешь блять но мне сложно назвать это работой да потому что для меня работа это как мой батя двенадцать четырнадцать пятнадцать часов ебашил на заводе в командировке хуярил постоянно куда-то я его не видел неделя ну когда еще жили вместе вот для меня вот эта работа или там опять же у меня мама всю жизнь проработала бухгалтером по сути тоже сидела за компьютером но она сидела там с 8 утра до пяти вечера ну тоже типа и когда я сажусь там на час может быть такой легенький видосик записать особо не стараясь мне сложно работать работой а когда я стараюсь над видосом могу делать там несколько дней ну во-первых он не заходит никогда практически очень редко такое было что она прям набрала то для меня это больше как творчество да вот именно но все равно как это по-другому назвать если я все она приносит прибыль на последовательно тоже верно но я вот я тоже не не хочу для меня работа определяет во первых расписание а во вторых нужна нужда вот тебе нужно снимать видео потому что просмотры упадут и все такое или зачем-то там по два ролика в день иногда делаешь и потребует у меня четыре было причем причем четвертый видос он не попадает рекомендации твой не высвечивается уведомление то что видос вышел тем кто нажал колокольчик и все равно ебанул он кстати сумасшедший он видео делает несколько в день еще их монтирует надо как профессионал если ты делаешь несколько в день видео вообще без монтажа я сейчас участвую чаще и чаще я делаю забил кнопку начала и одним кадром все нажимаю обмено ну вот я к такому пришел и я на снапшотах тоже я изначально когда об этом узнал это был девятнадцатый год это это видео бравл-бравл-старсера холдика вот я приехал там с игромиром немногие начали говорить ему у меня монтажер а мне похуй я одним кадром ебашу я захожу смотрю на его канал такой привет всем там всем здорово уже нас да уже ж настолько похуй вот настолько ну похуй не перезаписал не нажал забыл может быть думал там может быть подмонтируют ну я такой типа это ну как так можно но это ужасно вот у меня такие были мысли что у человека несколько миллионов подписчиков а он настолько над ебись к этому всему по ну а я знаешь как именно почему я так начал пришел к чему во первых это очень жестко уменьшает время которое ты сидишь и у тебя больше свободного времени чтобы сделать что-то другое например сейчас по стриме я так начал делать только потому что еще и стримы если это сидеть монтировать ну ты заебешься хотя все равно у меня бывает такое когда мне кайф взять помонтируешь сидеть что-то там приколы какие-то ну минимальные хотя бы сделать чтобы это музыку наложить чтобы это чуть более как-то лучше смотрелось но я понял что лучше так именно делать одним кадром забинить кнопки чтобы переходы мы планировали сегодня так кстати делать подкаст ну это можно было бы не хватает дырка ноутбука и но хватает и горе никса пока бедный и горе никс 1 40 бедный ну вот я просто допустим когда монтирую какое-то свое видео если мне просто по быстренькому лайтова нужно без какого-либо прям жесткого монтажа я обрезаю начал я обрезаю конец может где-то посредине я впернул ну это тоже самое да и это куда блять я могу это я отбить стример я могу без контакта без контакта могу без контакта все делать но без перерыва говорить не запинаясь особенно если мне эта тема хорошо известная значит буду говорить у меня просто попробовал у меня получилось все сейчас прям в идеале спокойно бывает конечно там вот сегодня допустим было три минуты я там что-то рассказывал распинаюсь и потом я хотел сказать блин по-моему а сказал блин и вот я про я не я не сказал бля я проглотил я проглотил я как-то само просто так фонетически прозвучало и я такой продолжаю продолжать к бля ладно типа похуй возьму уберу ну заново перезапишу я не перезаписал у меня было такое то что я не перезаписал на пару комментариев было типа ты чё материшься решил что типа ладно я искал нарки на поисковике на ю тубе и сначала выдает наркин потом наркин мейншилл на сервере нарки материться и третье наркин материться неужели настолько с ними вроде бы материться не бывает типа почему это вообще должно быть поисковым запросам какая кому разница ну поисковой странно но вот всегда такая тема если у тебя какой-то сложившийся образ и в это люди верят и тебя по-другому не могут воспринимать они не могут говорить как ты можешь материться ты никогда в жизни матерился я смотрю тебя пять лет там шесть сто лет никогда не материться а если ты изначально матерился всем похуй вот те же люди которые смотрят купленова они могут допустим меня посмотреть я скажу там бля я скажу ёб твою мать это мат ну мать ну ёб ёб это типа можно назвать но я не считаю там а там мне бывает такой вырывается или бляха муха все равно пишут его ультиму телевизор даже на на руке или сука сука это мат нет конечно это литературное слово про написано словаре все пишет первый раз услышу ну сука ты прямами бы вкинул бы суку мне кажется мат это то что ты не вкинул бы прямами ляха муха могу не я сейчас могу все прямами но иногда стыдно да не на 1 сука я бы смог сказать извини по поводу работы еще смотри у тебя то есть есть какое-то отношение к своему зрителю ты бы мог бы делать большее говно да и возможно бы хавали больше говно нет не смогу почему потому что ты зрителя уважаемого смотри у меня идея такая у меня канал питорка основная моя деятельность это стримы но шах козел но канал питорка но это как визитная карточка что ли ну и хочется все равно развивать но при этом нету времени на на то чтобы над ним работать ну нету а просто но я не хочу на это время тратить допустим появляется человек который говорит я тебя нахожу ресурс паки я тебе строю карту ты заходишь просто делаешь обзор а игры не смонтирует от меня но минимум вложений я соглашаюсь на эту штуку теряется чем прикол в чем прикол видоса с ресурс паками что там я просто потому что кто угодно может скачать каким-то образом свою игру прокачать то есть а обзор именно какие-то улучшения то есть не я буду искать этот ресурс пак не буду карту подготавливать я просто сниму какое тут ну нормально ли это в твоем понимании или не нормально это ну слушай а человек когда монтирует тебе видео это хуёво другой человек где монтирует видео как раньше я думал что да вот я тоже но я нашел игорь енекса и он в моем плане юмора шарик он и он в моем он поскольку у меня смотрел он знает на чем я акцентирую внимание а что можно выбрать выбросить и он ни разу не ошибался если бы это был рандомный монтажер который я бы мог он занять монтажера еще года два назад я не мог себе это позволить и хотел но я написал как его демастеру говорю посоветую монтируем у тебя же это время нахуя он он мне посоветовал но я даже не написал потому что у него они монтируют сериал где но личного мнения и есть сюжет шаблон да 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 и сюжет есть а а тут-то я рассказываю про что-то тут я прикалываюсь а вдруг мой монтажер не выкупит где я прикалываюсь и не вставит мою потрясающую охуенную шутку но вот у меня такое же добыло мнение и в итоге сейчас нет три видоса смонтировал и дареник на все время ну за год наверное и два из них я перемонтировал хотя он где типа ты чего надо было скачу вырезать да не почему ненавижу смысле ну просто мне давлять рон он очень хуёво смонтировал ну возможно я уверен что было за видео я не помню вслепую прохожу майнкарда нет музыка гораздо веселее можно бы самая простая музыка ну почему фильм обставляют музыку нагнетающая атмосфера где там посмеяться нужно юмористическая музыка нахуя чтобы передавать и вот это вот все ладно я не об этом два видоса которые три он не смонтировал один последний я просто не успел что-то изменить хотя я бы вырезал бы тоже такое что потому что я понимаю что уже много времени прошло там было место где тукляк наступил ну чуть чуть можно было бы и мне не нравится может быть по сниму на эту тему поговорим переходы иногда какие-то очень странные я привык то что нужно кропать хотя бы если есть прям некрасивая такая ёбаная крыса если есть какой-то прям просится некрасивая такая нарезка и просто что-то туда ёбаный вот первый видос он на мелшера монтировал я там вставил дымок такой типа как появляются именно как ну наруто значит покидают бомбочки ставил гораздо лучше выглядит ну просто самое начало это то что у тебя должно а и горе нет перестань блять мой смех уебищно так нарезать мне это нравится все меня уже заебало бля когда я смотрю ну у меня-то идеальный смех он и так заражающий зачем вот это дело не такое смешно ну такое это видимо нужно везде вставлять где не смешно да да так значит во все мои ролики во все ролики twitch.fm нарезка стримеров ну клипы просто вставляет практически везде вот это есть там реально там заскучать можно спокойно уснуть ну ладно вот в двух я получается вырезал и в третьем тоже сука так просилась то что что-то там всем привет всем привет потом куяк и мы сидим ну блять прям именно что-то надо было прям приблизить на только на меня хуй его знает вот привыкли к такому стации как просто вот его влияние а да да но он говорит типа ну ты фанат журма хуйня кропы эти даже без кропов точнее просто прямая склейка даже типа мема это появилось монтаж прямая склейка и я это сам как-то подсознательно что такое кроп тогда кроп это один кадр у тебя а я понял просто а смена хотя бы хотя бы вот именно чтоб она именно как знаешь у макса 100 500 раньше было и сейчас есть я запускал то же самое как он здесь стоит тут стоит здесь стоит тут посреди вот просто чтоб какая-то динамика чтобы глаз не это не замыливался и хотя бы кроп он мне кажется должен быть не ну тогда да возможно но мне надо научиться и не шарик у тебя даже монтажной программы нету нахуй я тебе учиться не ее можно называть ее можно скачать да я в ней монтирую же на пейнт можно фотошопом называть да возможно не у меня не настолько хуёвая но она не настолько плохая я видел хуже гораздо на телефоне а когда ты монтируешь тебя есть внизу там сделано в такой такой-то программе ну если бы кряков не существовало туда было бы это надпись а windows активации надо добавить 11 хочу хочу пока не надо пока не надо но хочу потому что как минимум я смогу на левый экран себе поставить чат-чат и донаты а то что она именно многозадачно можно блоки выстраивать не каждый раз а предустановку ну вот мне сегодня зритель написал я просто помню свой свой опыт сначала я устанавливал бету сначала чего было xp а подожди ты можешь мне сказать я посмотрел и так не понял если я ставлю одиннадцатую не знаю удаляется все на нет 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 не удаляется меняется не удаляется он тут я поставил ну смотри ну ну xp виста виста точно было до виста семерка до восьмерка восьмерка вот я когда ставил восьмерку тоже бы эта версия блять такая уебищная глючная лаганая ничего не понятно много приложений лагала не работала драйвера не работают я такой все взял и снёс обратно семерку поставил долгое время сделал семерку потом уходит 10 попробую тоже ставлю вроде прикольно по-моему там еще плитки были уебищные когда она только-только даже привык к этим плиткам окей но много было всяких проблем вылетание выкидывание и потом уже когда практически должна была выйти я ебанул еще раз более хорошую версию и уже ее я обновлял потом новые драйвера ставил и новое обновление windows а сейчас то же самое мне подписчик написал скал скачал не работает половина драйверов половина программ не запускается я поэтому и другая но да ну да игры охуенно все остальное блять там он еще музыкой занимается на аудиокарту не работают драйвера аудиокарта я думаю это такая вещь которая не у каждого человека и на нее драйвера могут и ходить просто через год через полтора мне не надо мне и так у меня проблемы бывают что комп может вырубиться у бэс сейчас что-то начал шалить появляется ошибка да нет похуй на чтобы не нажал у бэс вырубается ну я просто не трогаю она выскочила блять ладно все я висит не дай бог там тронуть ее как-то но желательно бы конечно сбросить винду полностью переустановить я бы тоже хотел но очень страшно у меня столько всякой хуйни именно для флки для музыки я еле нашел купил смысле еле купил если я сброшу то я могу и не установить заново это а когда альбом когда а ты не знаешь но артем все слышал про корону про корону слышала что дальше он недавно трек скинул я боюсь то что он всегда долго но сколько он не этот трек сводил месяц или даже полтора мы сейчас пойдем запишем новый трек и а нет нет да на пигли нам запишу наш как когда у меня будет нормальные парты когда у тебя а знаешь что этот у юбок закрепили значит задумал а тебя не позвали головореза 3 мне кто-то такого где-то ты говорил а ты что у меня спрашивал типа позвали не позвали а кто должен бывать не ну я хочешь я тебе за тебя могу сказано короче я я все к чему головореза 3 всем скинули бит закрепили сука взял денег блять скинул этот бит другому битмарю и именно когда будет читать закрепили будет играть по-другому вот сучара я тогда тоже хочу уйом его делай да лень уже я уже все записал а спалил я текст недавно такой крич на стриме да я короче лего собирал и включил на мониторе открыл текстовый документ рандомный просто первый же кликнул чтобы было ну светило на лего вот и потом что-то меняю сцены и случайно нажимаю экран показываю весь текст сразу вывалил это где было где было да никакая разница чтобы искали не ну просто смотри если это допустим твич ты нажимаешь удалить отменить ну отключать стрим моментально удаляешь не успевать не клипа сделать ничего вот это плюс да нет и отмотать это не может на секунду не у меня уже сделали скрины уже скинули сразу в предложку я забанил чела дурак что ли блять но там не тот текст потому что он изменялся и будет другой все равно изменялся как ты меняешь соню поговорим об измене давай так мы же обсасывали уже ну ты можешь хочешь признаться сони наконец-то пока нет ну ладно надеюсь она не посмотрите два часа замечательные а вот кстати по поводу текста прям спрашивали у меня телеграме кто вам пишет текста для именно для треков прям я видел такое сообщение было и я не могу ответить на слово вам потому что ну а я у них не спрашиваю разрешения могу ли я спалить что вам кто-то что-то куда-то писал у к не понял кто-то пишет нет не короче когда заеба тогда может матушка помочь он всем может помочь и он может помочь так что будет понятно что это матушка а может помочь так что непонятно что это матушка вот и нормально но у меня бывает такое что я вот предыдущих или паза предыдущих не помню написал и все ну вот все в ступоре блять я не знаю что мне сказать он не накидывает но я беру только допустим его либо только его замысел либо только его рифмы беру амира смысл у меня и в любом случае моё получается не думаешь его стройки все равно как можно себе оформить вот мне будет вроде делать поможет с треками чтобы звучало хайково я могу текст написать теоретически чтобы он рифмовался но чтоб это красиво звучало я уже не вот сейчас я попытался пару треков ну именно слушаю мне нравится трек я хочу сделать что-то похоже я беру открываю его в текстом виде читаю там первую смотрю первая строчка пока так допустим там я такой богатый у меня много денег я люблю садьку и денег хуй не рифмуется но это первое было в треке как-то звучит именно как будто зарифмовано и таких дохуя челок без рифмы просто над ебись слова потом две строчки идут текста грязные будто туалетный ёршик он же он говорю то что на фристайле ну нет фристайл фристайл рознь они накидывают фристайл а потом одна строчка на эту строчку следующего на фристайл посидел подумал типа еще одно так вот его критом это показывал как она как они это делают чисто на студии сидишь и прям пишешь и сразу же идешь записываешь да прям сидишь вот так вот на студии сразу типа накинул строчку там что-то посидел посидел еще накинул посидел посидел там еще на кино и держать артемы бедный артем жалко и но мне кажется тоже в этом есть прикол хотя бы там один трек попробовать так записать не дайте покажется сейчас улитом нет мы так так и собираемся вот когда будет у нас фотка ну я я имел ввиду всему к этому подводил то что по крайней мере я могу говорить за себя я прям сильно заморачиваюсь мне нужно обязательно чтобы строчка на строчку говорить ну да обязательно а всем остальным похуй там нет вообще рифмы никакой даже вот в попсе какой-то за этом клава кока тоже и вот у него недавно так вышел что-то там туфли машина ну последние слова и вообще они рифмуется но звучит ну да звучит типа и похуй и нужно вот именно к этому как-то идти не задумал потому что когда ты думаешь о том что он должен рифмоваться у тебя есть какой-то определенный пул слов и ты не можешь выйти за грань этого ну именно у себя в голове ты можешь это сделать но граница у меня грань ограничивается генератором рифу блин ну я не всегда подхожу к этому у меня бывает что я прям именно ну не знаю что открываю залупа хую по на дупо бабу по или либо муты сладко пленять ладно чё-то посижу свою подругу участие у меня вот такое вот вопрос из чатика смотрел игры кармата вы не обману не будем уняху не нет я считаю переоценено переоценено просто за счет тиктока но запушилась таких фильмов я уверен он не первый наподобие а блять мне еще бесит в тиктоке разбор ебать она деда не целилась кукла самого начала вы знали да мне поебать блять очень интересными видоса стала выдавать пересказ сюжета объяснение концовки блять но ты должен быть не надо долбоёбом чтобы не понять это не бесит то что объяснение концовки оказывается из почти каждого да 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 ну я что мне блять ну видимо люди которые вот а может быть это просто кликбейт как хайпят чтобы просто выдала где-то рекомендация ты увидел плюс такой блять объяснение концовки может я не понял может это для этого именно делается а потом ты читаешь и вроде все так но ты уже самоутверждаешься да да не поебать я умный не ну ладно тогда ладно но это хуйня пиздец полная игры кальмара да 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 не лучше хуесосить вот реально но мне чуть-чуть даже понравилось но я буду продолжать хуесосить потому что жопа взрывается вот такая тема и это же самое мы заком обсуждали по поводу этих голосований за мобов нам особо обоим было не супер интересно а почему вообще не такие хуёвые ну на сами они топовые эти шоковые по сравнению с предыдущими предыдущий чок спрут светящийся спрут корова из которой растут цветы и или долог из другой игры по майнкрафту он там лед поднимает и скидывает очевидно что он победитель но там подпортили голосового она она хуя вообще таки ну по сути если очевидно что он зачем тогда делать двух других уебищных почему нельзя сделать балансировано трех чтобы были нормальные голосования потому что это практически невозможно это во первых а во вторых чтобы воевали в комментариях и чтобы потом больше зрителей пришло на саму трансляцию голосовать и это работает и тем более они нам дают пищу считаю вот этим вкидом раз в год почему бы и нет и сколько 5 видосов я на эту тему снял блять я не это никто тебя не скидал ничего ну мне я просто у меня такая рубрика на канале я создаю пост в группе кидайте сюда видосы и у людей есть такие приколы одну неделю мне каждый день ебашут бравлера аида другую неделю мне кидают там чисто видосы про факторы он про камазы на этой неделе у кого-то был прикол скидывать мне подряд там 30 видосов твоих я открываю один видос 2 3 потом хуяк там 17 минутный видос про обновление я такой блять ладно похуй остановлюсь по обсуждаю и начинаю поносить вот смотрите чел вначале поздоровался одна минута он рассказывает по показу про обновления и 16 минут пиздежа просто стоит нихуя не делает мне нравится будет мне мне этот контент вот я его а и в трендах ты еще был на 50 месте это хуйня на 50 месте часто сегодня был на 15 жест не мне нравится это легко и самое главное я в теме разбираюсь и мне от этого кайф что все слушают уши развесили потому что я шар потому что это по типу стрима и уже привыкли да ты накидываешь вот это вот своим а я недавно просто осознал что на канале пятерка и на канале хуга тв ну одни и те же а я до этого их разделял и думал что всегда раз ну я думаю все таки есть ну блин вот у тебя стрим заканчивается сколько просмотров конце стрима и не смотрю у меня есть лайфхак ты это слышал тоже я делился этим вот это на ю тубе синюю волну я ее выключаю и зачем потому что так становится лучше когда ты смотришь то что она падает такой что я делаю не так и я это выключаю и такой кайф вот как на твиче просто вот она твоя я не смотрел я на нее дрочил бля и с тех пор как я начал выключать это полна что под зрителей или просто вот ну актив я включаю теперь в чате а раньше были зрители типа бля 2000 чё я делаю не так потому что было три и только что и вот это да блин мне кажется не всегда ты что-то делаешь не так вот я например обратил внимание и я сам в этом вино виноваты я понимаю но я не могу заставить себя рано встать и раньше запустить стрим я вижу то что я запускаю допустим 5 у меня 100 с плюсом прям сто процентов 150 может быть человек запускаю вечером часов 8 9 еле-еле там поначалу 100 потом ниже 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 надо очевидно запускать раньше очевидно у меня тоже надо запускать раньше и мне пока вот полежать просто я сегодня например лежал в кровати 5 часов нихуя не делал просто вот так вот я так не могу а я могу меня это я не начинаю себя ненавидеть а у меня есть три полезных действия еще успеваешь ну да я смотри у меня одно полезное действие охуенно отдохнуть полежать второе действие быть именно в тренде листать тик токи чтобы я все именно знал что происходит и третье искупаться я не выполняю это действие ну не для меня важно искупаться до хуйня полная и ты что если ты не выполняешь эти три действия ты чувствуешь себя не полноцами понимаешь я не уважаю таких людей кто не выполняет а мне похуй на них вот я перья получается синдром бога какой-то который гордон фриман который приман из брюса всемогущий нет тоже не только смотрел там была шутка нам поставили это в классе училки занята была выходила там другими училка работала и нам в классе в началке поставили а там он не брюса в обучении наколдовал свои тёпки сиськи уличные она прям начала это обсуждать это целую минуту длилось училка обсуждали не а ну на экране поставили просто на фильм посмотри да 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 потому что для кого и и все смеялись для меня это было вечно ну потому что я предсказал что это будет я уже смотрел этот фильм и было очень кринжово когда смеются потому что не смешно а потому что ученика извини сейчас трахни и подпишет кого не знаю трахни 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 что-то хотел тебе еще сказать кстати по поводу стримовской деятельности а в итоге забыл блять у меня постоянно у меня такая проблема я говорю она на одну тему перескакиваю на другую посмотреть у меня постоянно такая хуйня я думаю многие заметили сейчас эту проблему она на самом деле это похуй мне кажется вот люди которые смотрят я как сам по себе сужу смотрю подкасты и вот выключи его я не вспомню о чем там говорилось самое главное звук идет колебания у меня не всегда у меня не всегда вот дуделка люди по столе не собираешься бросать я пока нет но я думаю что надо бы я не нравится зависимость и мне не нравится то что я удовольствие не получают этого я получаю вкусовое удовольствие но не разъёбывает если бы можно было бы шмалить прям на стриме сидеть я бы конечно бы такого не делал сигареты на твиче кстати запрещено сигареты курить а почему вы это не узнаю ну вот я уже не курю около месяца но я смуклевал я курю кальян каждый день а бывает и два раза в день ну-ка и каждый день это перебор это перебор да но я себя гораздо лучше чувствую чем от этой хуйни это хуйня я утром просыпаюсь мне хуёво хочу курить покурил мне хуёво потому что я поговорил у меня слабость не ну вот из-за того что ты говоришь про слабость и у меня бывало время когда я не войкал и ну и перебаривал желание стилка будто реально чуть чуть больше появляется ну вот я сейчас просыпаюсь я охуенно себя чувствую у меня в голове лейтмотивом на протяжении всего дня идет сейчас я там поговорим поваренькому то-то то-то сделаю постримлю и я кайфану покурю кальян вот именно как награда за весь день который я проведу десерт награда за еду ну да и при этом я себя отлично чувствую у меня нет такого что я перекурился бывало такое что у меня и голова может заболеть бывало то что и слабость вот это вот одышка будто бы сейчас гораздо лучше сейчас у меня а я когда походил я себя так начал лучше чувствовать ну понятное дело так лишний вес вам всегда да да я прям я теперь могу пробежать кстати сколько не снимали я не знаю да видимо плевать нужно третья камера ребята ребята нужен ноутбук отдельный три камеры три штатива и стримдек еще отдельный и мы тогда в любом месте в любой момент или просто пусть у меня появится 23 спонсора у этих роликов и мы все все купим и еще чтобы игорь не переехал так кальяны тоже хуйня но я знаю то что я могу бросить я могу бросить но почему-то пока хочется надо мне это у меня был такой период когда я тоже очень много курил кальяны тоже по два раза в день и он потом просто меня заебал ну не могу больше курить ни вкуса ни кайпа ничего пошел да правильно я забил и как ты считаешь это в большей степени бредная привычка или зависимость вот для тебя у меня зависимы а привычка то что ты говорил мне попускать там дымовом вот это вот это мне нравится от этого я удовольствую нет от этого я удовольствие получаю а а вот от никотина я не получаю удовольствие но при этом его хочется я просыпаюсь первое что я беру беру соску я засыпаю я беру соску я могу посередине ночи проснуто же самое было было нахуй это дерьмо а вот сейчас с кальяном я понимаю то что я ну два два раза когда в день я понимаю что наверно все-таки сейчас не надо я так не делаю это на на первых топорах сейчас один раз максимум а бывает я даже такой сижу блять нет сегодня пропущу отдохну пускай не отдохнет хотя тоже понятно меня слышим такая херня была то что мне начиналось болеть голова если я не попил флэш вот как у паша техника от ханекса да аннекс тур а и когда ты первый раз попробовал сигаретку с табачным да ну обычную сигарету шестнадцать 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 лет ну и нет ладно не так-то а нет не просто именно попробовал бэчики мы ходили тягали блять это в садике еще пиздец бэчики тоже еще в садике я помню часто такое было приходишь на веранду там либо бутылочка какой-то водички стоит либо пачки надрезанным донышком да да и дымок такой идет полига там еще было ну там коробки спичечные оставляли зажигалки ну просто сидели алкожи какие-то выпадало и вот да наверное лет мне четыре было попробовал первый раз бачки на это хуйня полный понятное дело что ничего не было прям сишку-сишку что а я сишку-сишку попробовал на балконе со своим другом это было наверно лет восемь-девять примерно потому что я с ними такой большой период общался именно дружил но где-то примерно когда я переехал на новую квартиру восемь-девять я скажу так что если не сигареты бы ёбаные с кнопками то возможно я бы сейчас бы его и публику может быть кстати потому что с кнопками они именно бустанули именно кайф курить именно никотиновые это было кент кент да кент с ментолом с ментолом это пиздец такая хуйня я только ради этого а я наверное не стал бы курить ну по крайней мере может быть где-то в другом месте закурил бы но закурил я первый раз как раз таки из-за тебя чего потому что в универе на первом курсе мы постоянно выходили в курилку постоянно все курили и ну я на это смотрю подсознательно типа блять тоже кайф попробовать и я прям помню этот день я доходил качалку и качалка была у нас типа подземная такая там раньше люстры продавали люстры нахуй обанкротились и он туда ебанул ну блять чисто сардины банки там помещается не за человек 20 было там 30 и я такой иду смыслю сейчас еду покупаю пачку сигарет если в зале будет дохода людей я закуриваю сигарету пробую я прямо напомню я шел вечером просто так мне хотелось мне хотелось а я себе поставил такой челлендж если зал будет переполненный я тогда закурю сигарету и я получается это какой был первый год четырнадцатый год да ну да в четырнадцатом году получается я иду прихожу открываю дверь и вижу то что блять в коридоре челы занимаются ну типа все блять закрываю дверь и выхожу иду не стресс и как раз страшно что кто-то меня увидит это был причем винстон красный осуждаю курение хуйня ну я именно честно говорю не за того что это типа а потому что я долбоеб я первый раз попробовал я иду такой закуриваю ее поджигаю причем я не в затяг курил а у тебя просто в рот набирал но меня все равно разъебало я иду я понимаю что я супермен у меня суперспособность я чувствую на ногах волосы ты козел блять у тебя тоже самое или ты именно до мной при ней серьезно серьезно а именно полностью удачка мурашки пошли по как этот человек да 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 сейчас мы рассказали теперь все попробует нет это хуйня полная это хуйня полная потому что эта ситуация ну именно про то что как-то тебя тут именно заши как расслабляет это вот при том что я еще не в затяг курил и так ну первые то может быть месяц если ты будешь курить несколько раз в неделю или потом каждый день ты будешь курить потом по пачке в день у меня доходило даже потом начинается только если с утра ты прям а потом уже с утра похуй у меня такая была зависимость что поначалу я даже мог ночью выйти на улицу за дома спрятаться покурить и вернуться не прям супер ну блять бывало и ваше у тебя происходило в итоге какой-то палево я делал в том что даже типа в 20 лет боялся там ну так и я в 20 лет боялся но просто моя наглость дошла до такой степени что я начал курить и в окно а себя дома вот так вот становлюсь на подоконник вот такую дула а у меня решетка блять еще стояла я вот так вот вверх смотрю как ориентируется на ветер но я так не делал смысле почти так же смотрю выдуваю дым в меня полностью видно меня это блять нужно вы не значит сдувать дую вниз поднимается выше как-то понял то что нужно вниз и лево ветер туда и ваших и все равно воняло к ты ты не особо это чувствуешь ты просыпаешься пошел поссал заходишь комнату ебать тебя сдох блять курильщик со стажем походу ну это пиздец было поняла у меня все то есть как будто мама знала на самом я думаю да я думаю да него и она находила у меня пачки потом сигаретами что-то говорила типа не то что типа сука жри нахуй эту пачку и тебя нахуй убью уже типа я мне 20 лет было или сколько на семнадцать девятнадцать уже твое дело не надо ну как-то лайтово это все проходило у меня эти рассказал как я но я тогда уже спалился с вайками сишками и никогда ничего нигде не полился иду чё-то по улице наваливаю на перекрестке остановился красный свет не могу перейти хуярил клубы у меня же был самый охуенный веб ебашит блять облака и мама из дыма выходит нет она вот так вот прям на этом перекрестке в первом же ряду в машине вот так на меня смотрит открывает окно сынок ты чего я говорю мама это не вредно а я домой еду и все и ничего больше не было но сигаретами не полила а не полила и даже не подозревала нет не полила не подозревала скорее всего а если ты я бы никогда не закурил я придумал такой охуенный лайфхак как шкиле прятать сигарет не хуйня полная лучше придумала как как не закурить никогда да не пойду по ебам не но на самом деле мне кажется как будто но попробовать стоит чтобы понять что и блять в жопу член тоже стоит попробовать не тут я уверен что тут ты можешь понимаешь сигаретой ты не можешь начать с чего-то лайтовые перейти на сигарету от жопы ты можешь понять на это тебе это или нет пальчиком подрюкать да и ты уже поймешь надо ли льда была производителями осишкой все вот раз и навсегда да я расскажу лайфхак я хотел про него видео снять идешь на рынок покупаешь магниты две штуки в пачку сигарет закидываешь магниты и у всех на улице карнизы эти железные подоконнику и уличные хуяк на магнитике блять а утром в школку идешь интересный лайфхак я ебучий гений а ты не знаешь такой лайфхак где фольгу засовывать вместе с магнитиком ну там кое-что другое и приклеивают там кстати когда я придумал этот лайфхак я не знал я не знал то что такое бывает распространенная причем вещь да не я не шарю я тоже не разбираюсь не на самом деле я за себя говорю опять же вот именно по наркотическим веществам самое жесткое что я пробовал это алкоголь и сигареты все или доту кого и тут и долгу доту да не ящик я без рохов говорю типа вот какой бы я не был зависимым я понимаю я осознаю что я зависим настолько если бы я что-то попробовал более запрещенное я бы нахуй наверно сдохал уже то же самое про машины говоришь что если ты на машину я я к чему клоню я когда начал худеть я понял то что еда это тоже наркотик и то что чем больше употребляешь тем еще больше хочется употреблять вот я как бы слез с еды блять и как будто желудок меньше стал как есть не как будто так ну вот ну я к тому что меньше вообще хочется вот после того как ты съел еда это самый как будто распространенные самые дешевые наркотики потому что всегда ешь и каждый раз у тебя вырабатываются гормоны радости в награду за то что ты похушал чтобы ты не съел ты набил желудок ты чё улыбаешься да блять я просто хотел вставить но решил ты не перебивай так ты говоришь типа вот я там похудела хотел как на соли а это работает да я к ебучую ты довольно ну у меня был знакомый худой который был на соли он худым и остался и в тюрьме сидит второй раз сел к чамку ничего себе я не знал что юра сидит причем с батисом я осуждаю потому что но это воображаемое имя все имена были фейковыми да никакой юра там не меркин да у себя в этом в европе там да ну там можно он спалился кстати на стриме где он живет да 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 ему похуй нет он типа я не хочу говорить то что я живу варшаве да ну вот короче осуждаем наркотические вещества и какой бы я не был зависим я никогда их не употреблял и мне кажется знаешь вот вот опять же ты только что говорил то что наркотические вещества это алкоголь да и ты употреблял но это разные два понимания надо постоянно как будто уточнять что ты считаешь вот в момент этого диалога ну начиная от травы я и ну блять просто алкоголь и сигареты это по-любому наркотик 100 а вот именно и почему тогда мы начинаем от травы если алкоголь и сигарет потому что они разрешены только из-за этого потому что ты это можешь влюбку добыть а вот что-то уже типа посерьезнее типа серьезнее это уже проблемы какие-то появляются на свой страх и риск это делаешь он паша техник рассказал что не за сколько лет 10 может быть назад он жестко и наборы жил и их ловили они откупались там полмиллиона давали денег миллион давали и все нормально а потом все-таки засадили а я смотрел когда он рассказал за что его конкретно засадить души просто его спалил какой-то чел который мы пообещали чуть не ну да 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 ну типа вот все время он такой думал типа мне похуй мы отмазываемся притогу посадили надеюсь она лучше а готовься к уж не по торговле этой хуйни это самый мне кажется страшный и употребление блять ну и на гай где он ею мангай кстати куда он пропал блять опять каждый день делал каждый день настолько делал каждый день что я отписался не у меня пиздец на стоебало хуйня он вот знаешь как будто бы когда начал дуть он выпал полностью из мира выпал вернулся с хуйней пятнадцатого года пытается ее снимать а он чуть не заходит а и вкидывает по то что да я щас догоню это 4 на чуть-чуть сейчас догнать я ворвусь хотя и 4 конечно блять такой пиздец не я думаю то что у него и в жизни что-то произошло потому что не может быть так что он настойно я знаю что произошло с марьяной расстался да 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 она фригидная да она рассказывала не получает удовольствие секса знаешь что только есть литеральный оргазм все другие оргазмы которые существуют это уже больше идет именно от головы да возможно именно потому что даже парень он может настолько возбудиться что даже к пиписьки ну может быть одно дотрагиваю уже все у меня не было ни разу полюте даже у меня не было ни разу я не и семи извержений тебе в рот не рассказывался было не у меня тоже вряд ли но мне говорили то что если дрочишь блять стоп-стоп-стоп давай может быть это будет именно следующий какой-то типа подкаст именно на сексуальное развитие я бы хотел но мне порой стыдно я не хочу я чувствую что меня смотрят люди которые не очень готовы и я не очень готова если не мы дели скажи кто я не очень готов личной жизни ну ты можешь не прям настолько а ну какие-то типа лайтовые моменты которые могут помочь людям ну не типа я там поебался вот вчера первый раз а именно что нужно там предохраняется у меня там какой-то такой-то был первый опыт ну просто именно был не без имен и так далее просто чтобы человек уже ничего этого не имея знал что мне бы этого не хватало потому что я пытался начитаться и писали хуйню которая с реальной жизни вряд ли имеют проблема в том что почти сейчас всех ну как бы порнография в открытом доступе любого она дезориентирует конечно ну блять нету там такого что трахаешь в жопу девочку он такая да 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 и то что не воняет потом это мы обсудим в следующей части если вы наберете ну канеков карточек комментариях просто пишите интересно было бы кто досмотрел досюда вообще так мы получается заканчиваем и забываем колюн бэйн ну да мы против докати на курение да это мы пошутили сейчас сколько время нихуя до 25 но я по счету три часа но кальян оказывается ты знаешь не чем он изобретен был именно для использования и арабы изначально его придумал последняя тема актуалочка я это слышал добра фар край 6 тебе нужно мое мнение мне интересно просто именно ну я заметил то что у тебя вот такая хуйня я хочу блять вырезать всю карту вот это покорка и да только других игрок нет других не что по моему счет что было то что ты играл блять не помню не помню точно чем иногда если мне очень игра нравится киберпанк играл да сколько не захотел вылизывать захотел а я вылизывал все да все абсолютно что можно а что лучше вылизывать анус или писю блять мне наверно больше нравится анус потому что я пол как мы говорили запретный полоскладок но писю наверное именно что приятнее сделать девушки потому что анус наверно больше как идет именно психологически а не писю даже клитор а клитор именно ты зачем спойлеришь на мой блять вы понимаете какие-то будут разговоры обязательно надо но фар край понравился не понравился хуже пятой части пятая часть мне больше всего понравилось здесь убрали сука нельзя пиздить лопатой и дубинки я их бегал вот так вот кидал чел дизельно да я поднимал и сразу избивал было так кайфово это первый фар край в котором я практически не стрелял из лука мне не понравилась система того чтобы поднимать оружие нельзя с мобов убитых то блять почти ничего нельзя все что мне нравилось и мне еще сюжет тоже не особо вкатил там есть уже я просто я часов 8 поиграл я не понял ну короче это первый серьезный сюжет всегда были ёбнутые всегда были антагонисты или протагонисты и и происходит ебанутая ситуация вокруг тебя и и все нормально а тут ты творишь ебанютую хуйню и абсолютно серьезный антон кастильо такой бомба бом а и еще что мне вообще не понравилось это первое место жил антон зовут как тебя по паспорту до животных я всегда любил охотиться но люди сопротивляются нахуй их убивать блять а животных утку ряк гигантский идешь него чё-то кидаешь что с лука то расстреляешь дробовика всегда было кайф охотиться сейчас еще нет животных ходят гораздо меньше животных и еще гораздо меньше уток у половины животных ничего из них не добудешь и раньше ты идешь вот лесополоса сто процентов будет животное какой сейчас нет ты можешь идти ну ты себя именно фанатом считаешь этой серии for cry да а я ни в одну не играл не ну я я играл в первую в детстве нихуя не помню я с 3 ночью я играл какой-то dlc там не были зомби я не знаю это официально не официально первый именно потом я покупал 2 на болванки ну типа знаешь как продавались раньше красиво вот такая квадратная упаковочка за 150 рублей вот в нее играл запустил первую миссию там что-то на джипики едешь дошел до какого-то дома нахуй и ударил мне не понравилось все никакие больше не играл почему-то было похуй ну воспоминания с детства что это хуйня полная и вот 6 так получилось что я хотел только потому что думал что это типа расхайпленная игра по любому просмотр и так далее я попросил у меня есть человек из юбисофта у меня вторую игру уже а третью дает ничуть вот я ему попросил у меня на пластейшн 5 дал и я играю и мне похуй на сюжет мне похуй что там они разговаривают общаются я реально не почувствовал в начале учета есть там какая-то заготовка вот это там тон который там всех держит страхи сын его куда-то сбежать там хочет все больше чем кто вот эти люди за кого я играю хуй знает и я игра мне просто нравится кататься смотри мне тоже прикольно там сделано мне нравится атмосфера хоть и и я только запустил все таки были что с графикой пиздец да я тоже когда я смотрел еще ну когда уже за несколько дней до того когда она официально вышла я к стримерам некоторым заходил там братишки стримил я захожу блять как страшно выглядит но это не next-gen вроде сейчас стараются все энергии и типа как будто far cry 5 тогда был свой в свое время это три года или четыре прошло far cry 5 нормально а тут движок не поменялся графика не поменял так же выглядит он шестнадцатого года точно так же это вот это сколько пять шесть лет и он выглядит точно так же вот ну страшно еще антона кастильо вот тут ну как это морщины называется и они вот именно они уебищно выглядят там полигоны я прям знаешь мне кажется это они вот сейчас типа на отвали вот этот движок оставляет работает работает чуть-чуть мне они сказали следующая часть не меняют меня вот я же об этом же а потом они типа ебать там еще лучше сделали поменяли друг его нихуя круто а сейчас специально чтобы было и особо не заморачиваться может быть мне но это как будто провальная часть для меня но она такая себе но я как и именно не фанат серии которые практически может скажи ни во что не играл мне просто по кайфу знаешь я люблю такие игры которые ты покупаешь особенно на playstation за 5000 сейчас за 5000 и ты можешь в ней провести там 50 они но это делая всякую но я больше 24 часов на играл для меня игра окуплена у меня это рассказывал формулу час моего развлечения я готов отдавать 100 рублей если я дал там 3000 рублей значит я должен играть 30 часов или что-то вроде того и тогда для меня те пуху нет нет у меня 70 часов в ассасине origin тоже я особо не один из 7 играл я знаю я бы попросил бы тебя это сделал актимир карты беремка ну смотри вообще можно было бы начать со второй первая скукотища ебаная я только знаю то что там самый крутой саундтрек на все времена ну и персонаж тоже это самый лучший всех ассасин последний 3 ассасина которые выходили они уже в большей степени как не ассасин а как другая игра которая просто называется ассасин и там какие-то отголосочки немножечко есть на вот эту вселенную кто-то может зарождением ассасина было это третья с конца игра была рассказывалась но в целом она не ощущается как те самые сильны которые были потому что они поменяли боевку оружие там по-другому сделали рпг из нее и вот они кстати очень похожи механиками некоторые моменты с фар краем если принципе не понравился фар край и ты не против посмотреть на древний египет или там древний рим то в целом в это поиграть можно тогда ладно поиграю но опять же ты в это играл на стримы году потому что оно актуально было будешь ли ты играть это вне стрима да наверное если мне игра понравится то почему бы нет ждем тогда ждем следующий выпуск про сексуальное образование спасибо спасибо что пришли надеюсь вы придете в следующий раз и потом еще раз а потом мы уже на студии да все зависит от вас уважаемые рекламодатели да и от вас зрители ставьте лайки чтобы побольше просмотров было чтобы рекламодатели дали побольше денег да и мы купили аппаратуру а мы сейчас пойдем все это ставить на место всем пока понравилось отстрелялись нужно уменьшать ебаные подкасты делать по 10 минут максимум и в пизду блять по 10 минут потому что в тег токи можно теперь да и на одну камеру нахуй то надо заебет этого бедного игре не кто отчимов потерял вопрос еще у меня тут был вопрос тоже тебе задать ты готов ли отдать или деньги за проститутку не ну типа если мне это прям пиздец как надо было я наверно согласился но у меня были такие мысли соглашать проситутку но это будет в сексуальном образовании а